Вольтер. Философские повести. Перевод с французского. Москва. Издательство «Художественная литература». 1978 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. В том философских повестей крупнейшего французского писателя-просветителя Вольтера 1694-1778 годы вошли не только часто издаваемые его повести, такие как «Задик», «Микромегас», «Кандид» или «Оптимизм», но и менее известные широкому читателю повести «Белый бык», «Мемнон», «Уши графа Честерфилда» и другие. Издание приурочено к двухсотлетию со дня смерти писателя. Вступительная статья и комментарии Михайлова. Вольтер и его проза. Рубежи исторических эпох обычно не совпадают с рубежами столетий. В истории французской культуры Великий век, 17-й, неправомерно растянулся, захватив начало следующего. 17-й век был торжественным, величавым и неторопливым. В следующий век, эпоха просвещения, метко названный Герценом дивным, мощным, деятельным, оказался стремительным и бойким. И коротким. Его границами стали смерть Людовика XIV, 1715 год, когда с пережитками Великого века было бы конец покончено, и революционный взрыв 1789 года, рассчитавшийся совсем старым порядком. Это было время глубочайшего кризиса феодально-религиозного сознания и подъема буржуазно-демократической идеологии, вступивших в ярусную борьбу. Это была эпоха контрастов, чрезмерного богатства и ужасающей нищеты, смелых и талантливых строительных предприятий и уничтожительных войн, передовых научных гипотез и схоластической рутины, дерзкого свободомыслия и ожесточенного религиозного фанатизма. Передовая идеология эпохи проявляла себя во всех областях, ведя наступление на все отживающее и реакционное, на все тормозящее движение вперед, будь то обветшалые философские или научные взгляды, литературные вкусы и так далее. Просветители ратовали за развитие передовой науки и культуры, за их распространение в широких слоях общества. Уже одно это придало их деятельности революционный характер. Энгельс считал, что это были, цитата, «великие люди, которые во Франции просвещали головы для приближавшейся революции». Конец цитаты. Маркс Энгельс. Сочинение. Том 20. Страница 16. Деятели передовой идеологии, писатели, ученые, мыслители, не просто боролись со старым и реакционным, но и созидали. Они выдвинули немало смелых гипотез во всех областях, от чистой науки до самой прагматической прикладной философии и политики. Просветительское движение было широким. Среди вольнодумцев, философов были не только представители передовой интеллигенции, но и некоторые аристократы и отдельные деятели церкви. Просветительство было модным. Философы стали теперь желанными гостями в столичных салонах, а светские дамы любили, чтобы художники изображали их на портретах с томами энциклопедии на туалетном столике. В литературных и светских кружках теперь уже заинтересованно обсуждали не изысканный каламбур и не галантно-авантюрный роман, а философский трактат или даже какой-либо труд по физике, астрономии, ботанике. С просветительством заигрывали, например, Фридрих II и Екатерина II, но его и смертельно боялись. Старый порядок вел с просветительством ожесточенную борьбу. Книги передовых писателей запрещались, конфисковывались, сжигались. Излишне смелые издатели подвергались штрафам, тюремному заключению, лишались королевской привилегии, напечатания книг. Однако крамольные сочинения публиковались не только во Франции, где цензура была достаточно строга и расторопна, но и в соседних республиканских Голландии и Швейцарии, и контрабандно переправлялись через границу. Многие опасные произведения гуляли в списках, причем переписывались и рискованные озорные эпиграммы, и яркие антифеодальные и антиклирикальные памфлеты, и научные трактаты, пропагандирующие передовые идеи. Просветительство не было единым. В нем были различные оттенки и течения, были разные этапы в его эволюции. Первая половина столетия, первый этап просветительского движения был, естественно, еще в достаточной степени эклектичным и осторожным, во многом еще разобщенным, в отличие от второго этапа, когда просветительство приобрело небывалый размах и широту, «Когда по замечанию Энгельса, цитата, религия, понимание природы, общества, государственный строй, все было подвергнуто самой беспощадной критике». Конец цитаты. Когда, кавычки открываются, «все должно было предстать перед судом разума и либо оправдать свое существование, либо отказаться от него». Кавычки закрываются. Маркс Энгельс, сочинение, том 20, страница 16. Среди французских просветителей-вольнодумцев уже в 20-х годах 18 века становится заметным и влиятельным Франсуа-Мари Аруэ, вошедший в историю мировой культуры под именем Вольтера, 1694-1778 годы. Жизнь Вольтера была внешне суматошной и яркой. Уже молодым человеком по выходе из иезуитского колледжа этот отпрыск состоятельных парижских буржуа заставил говорить о себе как опасный острослов и автор язвительнейших эпиграмм. В эти годы язык нередко оказывался его врагом. Из-за неосторожно брошенной едкой фразы или разлетевшегося по рукам сатирического стихотворения писателю не раз приходилось поспешно покидать Париж, находя приют в глухой французской провинции в Голландии или Англии. За смелые эпиграммы против регента, герцога Филиппа Орлеанского, поэт поплатился годом заключения в Бастилии. Скандальная ссора с шевалье де Роганом, влиятельным и ничтожным, стоила Вольтеру нового заключения и изгнания. Выход каждой его новой книги становился заметным событием, отражаясь на его личной судьбе. Постепенно у писателя появилось все больше могущественных врагов, среди которых были не одни невольные жертвы его необузданного сатирического темперамента. С годами врагами Вольтера становилась вся феодальная Европа, весь старый порядок, от ничтожных писак-изуитов до всесильных самодержцев, министров или римских пап. Вольтер знал и служебные успехи. Его назначали в составы посольств, давали ответственные дипломатические поручения, жаловали придворные посты и одаряли наградами. Знал он и критические, почти катастрофические повороты судьбы, когда его благополучие, свобода, жизнь оказывались под угрозой. Так было в момент выхода навеянных английскими впечатлениями философских писем, 1734 год, в которых порядки послереволюционной Англии противопоставлялись французской действительности. Так было после смерти его покровительницы и друга Маркизы Дюшатле, 1749 год, после разрыва с Фридрихом II и бегства из Берлина, 1752 год. Так было обычно после публикации его наиболее смелых и острых книг, в частности, Орлеанской девственницы, 1755 год. Злоключения писателя не кончились и после его смерти. Прощенный королем, увенчанный лаврами на торжественном представлении его Ирины, Вольтер остался ненавистен к лирикалам, и церковные власти далеко не сразу разрешили предавать его тело земле. Оставленное Вольтером творческое наследие огромно. Оно включает, вероятно, все жанры, которые в его время были в ходу. Вольтер как-то заметил, что все жанры хороши, кроме скучного. И эта крылатая фраза не случайно сказана именно им. Он был ведущим драматургом своего времени. Его сатирическая лирика и его едкие, ироничные, насмешливые памфлеты бесспорно лучшее, что было создано в этой области в 18-м столетии. Увлекательно, остроумно, стилистически безупречно его философская, историческая, научная проза. Орлеанская девственница, высмеивающая не столько сам подвиг Жанны Д'Аркс, сколько нагроможденные вокруг него церковные легенды, самая талантливая, самая яркая сатирическая поэма эпохи просвещения. Повести, новеллы, философские сказки Вольтера – знаменательная страница в истории французской прозы. Также всеми чертами большой прозы отмечены и его письма, то лиричные, то неудержимо веселые, то гневные, то саркастические, а их Вольтер написал более 15 тысяч. Он писал легко, быстро и весело, писал всегда, и в моменты благодатных творческих уединений, и в суматохе светской жизни, в располагающей тишине его рабочего кабинета, и в приемной Фридриха II, и в провинциальной таверне. На большинство событий общественной или литературной жизни Вольтер откликался то эпиграммой, то памфлетом, то повестью, то большим темпераментным письмом. В следующем столетии Виктор Гюго упрекнет Вольтера в том, что тот слишком разбрасывался. Его реакция была молниеносной, мастерство перевоплощения поразительным, ирония безошибочной и неотразимой. Вольтер признавался в одном из писем, кавычки открываются, «В зависимости от того, как предстают предо мною явления, я бываю то гераклитом, то демокритом, то я смеюсь, то у меня встают волосы дыбом на голове. Это вполне в порядке вещей, ибо имеешь дело то с тиграми, то с обезьянами». Кавычки закрываются. И он без устали публиковал брошюры и книги, печатался в журналах, рассылал письма. Пушкин как-то назвал Вольтера «фернейским злым крикуном», имея в виду его задиристость и саркастичность. Он и вправду не всегда бывал справедлив, но неизменно остроумен и блестящий. Его обожали, им восхищались, и его боялись и ненавидели. Его книги перехватывались, письма нередко вскрывались. С ним пытались полемизировать, но это было безнадежным занятием. Он только того и ждал, и отвечал немедленно и уничтожающе. «Нет», — воскликнул однажды Людовик XV, «нам никогда не удастся заставить замолчать этого человека». Вольтер начал как поэт и драматург, затем как историк, но он пользовался непререкаемым авторитетом среди современников прежде всего и главным образом, как философ. В переписке тех лет, в газетных сообщениях, в журнальных публикациях его часто называли не по имени, а просто философом. Причем философом с большой буквы. Случилось так, что в век передовой философии философом с большой буквы стал не самый оригинальный и радикальный мыслитель, каких было немало в эпоху Просвещения. К тому же Вольтер стал вождем общественного мнения, а его столетие сделалось веком Вольтера в пору наиболее глубоких и смелых, более глубоких и смелых, чем его собственные выступления Монтескье, Морелли, Дидро, Руссо, Гельвеце и других, то есть в середине и второй половине столетия. В этом, однако, не было ничего парадоксального. Вся жизнь Вольтера, особенности его темперамента, система взглядов, черты таланта сделали писателя символом передовой мысли его времени. Вольтер в течение своей долгой жизни не прошел мимо ни одного волновавшего всех вопросов. К тому же откликался он на все очень умело и своевременно. Его восприимчивость к чужим мыслям была поистине замечательной, и он не столько пускал в обращение оригинальные собственные мысли, сколько синтезировал и популяризировал чужие идеи, верно подмечая их потенциальные возможности. Скрытую до поры свежесть и прогрессивность этих идей он, конечно, должен был не только почувствовать и понять, но и прочувствовать. В его трактовке они становились его идеями. Вольтер сделался предводителем умов и современного мнения, по выражению Пушкина, потому что передовые для своей эпохи идеи, научные, философские, политические, которые он отыскал в полузабытых трактатах или специальных сочинениях, или же которые, как говорится, носились в воздухе, он сумел пересказать ярко, доступно и остроумно. Как метко определил Пушкин, в вольтеровских произведениях, «философия говорила общепонятным и шутливым языком». Кавычки закрываются. Если у Вольтера и не было таланта яркого оригинального мыслителя, то блистательным писательским талантом он обладал в полной мере. Философ, ученый, историк, политик, он был прежде всего писателем. Все творчество его выросло на пересечение передовой идеологии и литературного мастерства. Причем это слияние никогда у Вольтера не было искусственным, неорганичным. Для него было также естественно вкладывать взрывчатые идеи в мимолетный светский каламбур, как и облекать в увлекательную шутливую форму ученые рассуждения по сложнейшим философским или научным вопросам. Но не только все это сделало его имя столь популярным, а его идеи устраивающими столь многих, и третье сословных интеллигентов, и провинциальных русских помещиков, и сочувствующих новым веянием аристократов. В главном, кардинальном, Вольтер всегда сторонился крайности. Высказываемые им мысли были, конечно, смелыми и передовыми, но, однако, как уже говорилось, не самыми передовыми и смелыми. Вольтер адресовался к довольно широкой и абстрактной массе вольнолюбцев. Все его мировоззрение пронизывает дух компромисса. И знаменитая фраза «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать» в его устах симптоматично. Писатель злой издевался над церковью, неизменно призывая раздавить гадину, но не поднялся до атеизма Дидро. Он высмеивал безосновательное числавие аристократов и самодовольство мещан тому и другому, он противопоставил независимость суждений, свобода мыслия и своеобразный аристократизм духа, который неустанно проповедовал и неутомимо насаждал среди своих адептов. Их тогда называли вольтерьянцами. Это была и бранная кличка, и весьма лесная аттестация. Вольтерьянство предполагало, конечно, преклонение перед философом, перед Вольтером, но также независимость мысли, антиклирикальность, остроумие до дерзости, переходящие в открытый эпатаж, интерес ко всему новому и передовому, наконец, тот самый аристократизм духа, оказавшийся одинаково привлекательным и для буржуазной интеллигенции, который ее поднимал, и для некоторых слоев дворянства, который его поддерживал. Вольтерьянство было долговечным, и через него прошли все почти мыслители и писатели. В вольтеровских повестях можно обнаружить и элементы романа «Путешествие», и черты романа «Воспитательного», и отдельный примет романа «Бытописательного», и философского диалога, и политического памфлета. Традиции великих сатириков прошлого Лукьяна, Рабле, Сервантеса, Свифта также были глубоко усвоены и переосмыслены Вольтером. Видимо, вольтеровские повести возникают на скрещении всех этих разнородных традиций и влияний и складываются в очень специфический жанр, жанр философской повести. Вольтер был художником тенденциозным. Эта тенденциозность также стала характерной чертой созданного им повествовательного жанра. От этой тенденциозности и постоянная перекличка с событиями современности, даже если действие повести бывало отнесено к временам легендарной древности или же не очень точно локализованного Востока. Эта перекличка оборачивалась преднамеренным столкновением событий, отнесенных в отдаленнейшие времена с эпизодами современной Вольтеру жизни. Подобные столкновения, выдуманного с реальным, прошлого с настоящим, также были непременной чертой вольтеровских повестей. Писатель искал таких столкновений, они были одним из его излюбленных приемов заострения и отстраненности изображаемого. Вольтер не боялся анахронизмов, хронологических неувязок и исторических несуразностей. Он не побоялся дать героине Задига имя ассирийской богини Астарта Иштар. Без смущения назвал Кодисанкту африканской повестью, намеренно сдвинул хронологию в Кандиде и так далее. Эти умышленные анахронизмы были сродни тем многоступенчатым мистификациям, в которые превращались некоторые повести писателя. Нередко Вольтер выдавал свои книги за произведения несуществующих лиц, рассылал письма, в которых оспаривал свое авторство или обвинял издателей в пиратском выпуске книги, которую сам он якобы не собирался печатать. Многие повести Вольтер выдавал за переводы. Кандид считался переводом с немецкого, Белый бык с сирийского, история Дженни с английского, письма Амабеда с индусского и так далее. После выхода книг писатель нередко продолжал запутывать читателей и цензуру, подыскивая своим повестям подставных авторов. Так он приписывал Кандида, то Шевалье де Муи, плодовитому литератору первой половины XVIII века, то некоему господину де Малю, человеку большого ума, любящему посмеяться над дураками, то, наконец, господину де Маду, капитану брауншвейкского полка. Этот причудливый маскарад не был излишним. Церковная и светская цензура преследовала художественную прозу Вольтера не менее старательно и ожесточенно, чем его философские или политические сочинения, чем антиклирикальную орлеанскую девственницу. Но маскарад и поток псевдонимов объяснялись не одной предусмотрительностью и осторожностью Вольтера. Здесь сказалась и неиссякаемая веселость писателя, его неодолимое влечение ко всяческим розыгрышам, обманам, мистификациям. Маскарад этот, так же как обращение к экзотической тематике, к восточному колориту, к сказочной фантастике, входил, несомненно, и в саму поэтику вольтеровской художественной прозы. Идеологическая заостренность обернулась в повестях Вольтера тенденцией к аллегории и насказанию, к притче. Реальное событие, тот или иной персонаж, становились знаком какой-либо идеи. Это делало вольтеровских героев условными марионетками, за исключением героев простодушного. Часто они бывали даже не носителями одного какого-то качества или философской доктрины, а просто участниками диалога, в ходе которого выясняется тот или иной вопрос. Например, доктора Сидрак и Грю в ушах графа Честерфилда. Притча и аллегория не могут быть растянутыми, и вольтеровская проза поражает своей энергией и лаконизмом, насыщенностью событиями и вообще всяческой информацией при предельной краткости, даже схематизме изложения. Портретов персонажей нет. Один-два эпитета достаточны для создания условного образа носителя определенной идеи. О событиях также рассказывается кратко, и они следуют друг за другом в головокружительном темпе. Краткость ведет к афористичности, к парадоксу, который бы исчез, будь все подробно растолковано. Вольтер был непревзойденным мастером иронии, которая тоже строится по принципу парадокса, то есть как столкновение противоречивого и несочетаемого. Впрочем, и эти парадоксы, и эти маскарады, и мистификации неизменно подчинены у Вольтера идеологическим задачам. Недаром молодой Пушкин писал по поводу прозы вольтеровского типа, что, кавычки открываются, она требует мыслей и мыслей, без них блестящие выражения ни к чему не служат, кавычки закрываются. Давно замечено, что сатира долговечнее апологий. Возможно, потому, что отрицательные качества более стойкие и универсальны, чем добродетели, но также потому, что сатира обычно весела и смешна. Вольтеровская сатира жива еще и потому, что она наполнена смелой мыслью этого удивительного человека, ставшего знаменем своей эпохи и бросившего семена свободомыслия и скепсиса в далекое будущее. Вольтер. Философские повести. Задиг или судьба Восточная повесть Перевод Дмитриева Первая повесть Вольтера была написана в весенние месяцы 1747 года и летом была напечатана анонимно и под названием «Мемнон» Восточная повесть. В сентябре 1748 года книга вышла под своим окончательным названием. Затем Вольтер неоднократно переиздавал Задига, порой внося в текст весьма существенные исправления и замены. Ряд вариантов, в том числе две главки «Танец» и «Голубые глаза» были обнаружены среди рукописей писателя и опубликованы в первом посмертном издании его сочинений. В данной книге публикуются в приложениях. Посвятительное послание Саади Султанше Шараа 18 числа месяца Шеваля 837 года Хиджры Саади Саади 1184-1291 годы великий персидский поэт был весьма популярен в Европе во времена Вольтера, но события повести Задиг происходят на два столетия позже эпохи Саади. Султанше Шараа современники Вольтера полагали, что писатель имел в виду госпожу де Помпадур 1721-1764 годы возлюбленную короля Людовика XV. Шеваль правильнее Шевал 10 месяц мусульманского календаря. Хиджра год переселения или бегства Магомета из Мекки в Медину 622 год ставший первым годом нового мусульманского летоисчисления в переводе на европейский календарь 837 год Хиджры приблизительно соответствует 1435 году. Прельщение очей мука сердец свет разума не целую праха от ног ваших ибо вы почти не ходите а если и ходите то по иранским коврам или по розам и подношу вам перевод книги одного древнего мудреца который имел счастье быть досужим человеком и мог забавляться писанием истории Задига произведение в котором сказано больше чем это кажется на первый взгляд прошу вас прочесть его и высказать свое суждение ибо хотя вы едва достигли весны дней своих и хотя все удовольствия к вашим услугам хотя вы прекрасны и ваши дарования добавляют блеска к вашей красоте хотя вас прославляют с вечера до утра хотя по всем этим причинам здравый смысл для вас отнюдь не обязателен тем не менее вы обладаете ясным умом и тонким вкусом и я сам слышал как вы рассуждали куда разумнее чем длиннобороды дервиши в остроконечных шапках вы сдержаны но вам чужда недоверчивость кротки не будучи слабодушной делаете добро но с разбором любите своих друзей и не создаете себе врагов ваша остроумия никогда не подкрепляется злоречием вы не говорите и не делаете ничего дурного хотя вам это было бы очень легко короче говоря ваша душа мне всегда казалась такой же чистой как и ваша красота вы даже не чуждой философии и это побуждает меня думать что вам скорее чем всякой другой женщине понравится это произведение мудреца оно было написано первоначально на древнехалдейском языке которого ни вы ни я не понимаем его перевели на арабский язык для забавы знаменитого султана Улукбека это было в те времена когда арабы и персы начали писать сказки вроде тысяча и одна ночь тысяча и один день и прочее Улугу больше нравился задиг но султанши предпочитали разные тысячи и один как вы можете восхищаться побосенками в которых нет ничего кроме глупости и бессмыслиц говорил им мудрый Улуг именно за это мы их и любим отвечали султанши льщу себя надеждою что вы не уподобитесь им и что будете настоящим Улугом надеюсь даже что когда вы устанете от обычных бесед похожих на всякие тысячи и один только менее занимательных мне можно будет улучить минуту чтобы поговорить с вами серьезно если бы вы были фолистридой времен Скандера сына Филиппа или царицей Савской времен Сулеймана эти владыки сами пришли поклониться вам молю силы небесные чтобы утехи ваши были нескончаемы чтобы красота ваша никогда не увидала и счастье длилось вечно Саади Улугбек Мухаммед Тарагай 1394-1449 годы узбекский математик и астроном внук Тимура с 1409 года был правителем Самарканда где вел большое строительство с 1447 глава династии Тимуридов Тысяча и один день сборник персидских сказок изданный в переводе на французский язык в 1710-1712 годах Фалистридем по преданию царица Амазонок пожелавшая иметь сына от Александра Македонского арабы называли его Искандер или Скандер царица Савская легендарная правительница арабского племени населявшего территорию современного Йемена упоминается во многих древних источниках в том числе в Ветхом Завете Кривой Во времена царя Моабдара жил в Вавилоне молодой человек по имени Задиг Его природные наклонности прекрасные сами по себе были еще более развиты воспитанием Несмотря на богатство и молодость он умел смирять свои страсти ни на что не притязал не считал себя всегда правым и умел уважать человеческие слабости все удивлялись видя что при таком уме он никогда не насмехается над пустой бессвязной и шумной болтовней грубым злословием невежественными приговорами пошлым гаерством и тем пустозвонством которое зовется в Вавилоне беседою из первой книги Зораастра он узнал что самолюбие это надутый воздухом шар и что если его проколоть из него вырываются бури Зораастру Зора Туштри легендарному основателю древнеперсидской религии приписывается серия книг Авеста первая из которых Вендидад представляет собой свод религиозных предписаний Вольтер в пору работы над Задигом знал эти книги древних персов лишь в сокращенных изложениях поэтому все его ссылки на Зораастра мнимые никогда Задиг не бахвалился презрением к женщинам и легкими над ними победами он был великодушен и не боялся оказывать услуги неблагодарным следуя великому правилу того же Зораастра когда ты ешь давай есть и собакам даже если потом они тебя укусят он был мудр насколько может быть мудрым человек ибо старался бывать в обществе мудрецов постигнув науку древних халдеев он обладал познаниями в области физических законов природы в той мере в какой вообще их тогда знали и смыслил в метафизике ровно столько сколько смысл в ней во все времена то есть очень мало халдеи семитическое племя обитавшее со второго тысячелетия до нашей эры на берегах Персидского залива вопреки тогдашней философии он был твердо убежден что в году 365 дней с четвертью и что солнце центр вселенной когда главные маги с оскорбительным высокомерием называли его человеком неблагонамеренным и утверждали что только враг государства может верить будто солнце вращается вокруг собственной оси а в году 12 месяцев задик молчал не обнаруживая ни гнева ни презрения обладая большим богатством а следовательно и многими друзьями наделенной здоровьем приятной наружностью здравым светлым умом благородством и прямодушием задик рассчитывал что будет счастлив в жизни он собирался жениться на земире которая благодаря своей красоте происхождению и богатству считалась первой невестой во всем вавилоне он был к ней глубоко и нежно привязан а земира горячо его любила приближался счастливый день который должен был их соединить однажды прогуливаясь у ворот вавилона под пальмами обрамлявшими берега евфрата они увидели что к ним приближаются люди вооруженные саблями и луками то были телохранители молодого оркана племянника одного из министров которому льстицы его дяди внушили что ему все дозволено оркан под этой прозрачной анаграммой скрывается намек на шевалье де Рогана аристократа враждовавшего с Вольтером в 1726 году в Париже слуги де Рогана по приказу хозяина напали на Вольтера и избили его палками не имея недостоинств недобродетелей задига он считал однако что во всем превосходит его и был вне себя из-за предпочтения оказанного Зимирой сопернику и под влиянием ревности порожденной одним лишь тщеславием он вообразил будто без памяти ее любит он решил ее похитить его сообщники схватили Зимиру и в суматохе ранив ее пролили кровь девушке один взгляд который мог бы смягчить тигров горы Имаус Имаус древнее название гималайских гор Зимира оглашала окрестности пронзительными воплями и восклицала дорогой мой супруг меня хотят разлучить с тобой не думая о грозившей ей опасности она тревожилась только о своем милом задиге а он тем временем защищал ее с отвагой которую могут вдохнуть в человека лишь прирожденные мужество и любовь с помощью двух своих рабов он обратил похитителей в бегство и отнес домой Зимиру окровавленную и потерявшую сознание придя в себя она увидела своего избавителя и сказала ему о задик я любила вас как будущего супруга а теперь люблю как человека которому обязана честью и жизнью никогда еще не было сердца признательнее чем сердце Зимиры никогда еще более очаровательные уста не выражали более трогательных чувств теми огненными словами которые внушают признательность за величайшее из благодеяний и нежнейший порыв законной любви рана была легкая и Зимира вскоре выздоровела Задик был ранен опаснее стрела вонзилась ему около глаза и нанесла глубокую рану Зимира неустанно молила богов об исцелении возлюбленного ее глаза день и ночь проливали слезы она ожидала минуты когда Задик снова сможет наслаждаться взорами ее очей но нарыв образовавшийся на раненом глазу возбуждал серьезные опасения послали даже в Мемфис за великим врачом Гермесом который приехал с многочисленной свитой Мемфис древняя столица Египта расположен весьма далеко от Вавилона Гермес Трисмегист то есть трижды великий легендарный египетский мудрец и ученый он осмотрел больного объявил что тот потеряет глаз и предсказал даже день и час этого злополучного события будь это правый глаз сказал врач я бы его вылечил но раны левого глаза неизлечимы весь Вавилон сожалел о судьбе Задига и удивлялся глубине познаний Гермеса два дня спустя нарыв прорвался сам собою и Задиг совершенно выздоровел Гермес написал книгу в которой доказывал что Задиг не должен был выздороветь Задиг не читал ее как только он смог выходить из дому он собрался посетить туз с которой были связаны все его надежды на счастье только для нее желал он сохранить в целости свои глаза Назимира три дня назад уехала за город дорогой он узнал что эта прекрасная дама презрительно заявив что чувствует непреодолимое отвращение кривым накануне вечером обвенчалась сарканом услышав это Задиг упал без чувств отчаяние едва не свело его в могилу он был долго болен но наконец рассудок одержал верх над горем и Задиг нашел утешение в самой жестокости испытанного им потрясения так как я узнал сказал он себе как безжалостно и ветрено может быть девушка воспитанная при дворе мне надо жениться на простой горожанке он избрал Азору самую умную девушку и из лучшей семьи в городе женился на ней и прожил месяц наслаждаясь всеми радостями нежнейшего брачного союза однако вскоре он заметил что жена его несколько легкомысленна и что у нее непреодолимая склонность считать самыми умными и добродетельными тех молодых людей чья внешность казалась ей особенно привлекательна нос это глава навеяна романом древнеримского писателя первого века Петрония Сатирикон эпизод Матрона из Эфес однако Вольтер нашел сходные мотивы и в одной китайской сказке приведенной Жаном Батистом Дюальдом в его книге «Описание Китая» 1735 год «Однажды Азора возвратилась с прогулки в сильном гневе громко выражая свое негодование «Что с вами?» «Моя милая супруга» спросил Задиг «Кто вас так рассердил?» «Вы были бы точно так же возмущены» ответила она «Если бы увидели то чему я сейчас была свидетельницей я навещала молодую вдову Козру похоронившую два дня назад своего юного супруга на берегу ручья омывающего лук безутешно скорбя она дала обет богам не уходить оттуда пока не иссякнут воды ручья «Что же?» сказал Задиг «Вот достойное уважение женщина истинно любившая своего мужа» «Ах!» возразила Азора «Знали бы вы чем она занималась когда я пришла к ней?» «Чем же прекрасная Азора?» «Она отводила воды ручья» Азора разразилась столь нескончаемыми упреками и так поносила молодую вдову что эта чересчур многословная добродетель не понравилась Задигу у него был друг по имени Кодор из числа молодых людей которых жена Задига считала особенно добродетельными и достойными Задиг сделал его своим поверенным с помощью ценного подарка заручившись насколько это возможно его верностью Однажды когда Азора проведя два дня за городом у одной из своих подруг возвратилась на третий день домой слуги Зора хвалила покойного, но призналась, что у него были недостатки, которых нет у Кадора. За ужином Кадор стал жаловаться на сильную боль в селезенке. Встревожная дама приказала принести благовония, которыми она умощалась. Она надеялась, что какой-нибудь из них утолит эту боль. Азора очень сожалела, что великого Гермеса уже нет в Вавилоне, и даже соблаговолила дотронуться до того места, где Кадор чувствовал такие сильные боли. — Вы подвержены этой ужасной болезни? — спросила она с состраданием. — Она иногда приводит меня к самому краю могилы, — отвечал ей Кадор. «Облегчить мои страдания можно только одним способом — приложить мне к больному боку нос человека, умершего накануне». — Какое странное средство, — сказала Азора. — Ну уж, не более странное, — отвечал он, — нежели мешочки господина Арну от апоплексии. Арну — популярный во времена Вольтера французский аптекарь. — Этот довод в соединении с чрезвычайными достоинствами молодого человека заставил даму решиться. — Ведь когда мой муж, — подумала она, — отправится из здешнего мира в иной, по мосту Чиновар, не задержит же его ангел Азраил на том основании, что нос за Дига будет во второй жизни несколько короче, нежели первый. По мосту Чиновар в представлении мусульман таков был путь в загробный мир. Она взяла бритву, пошла к гробнице своего супруга, оросила ее слезами и наклонилась, собираясь отрезать нос за Дигу, который лежал, вытянувшись во весь свой рост. Задиг встал, одной рукой закрывая нос, а другой отстраняя бритву. — Сударыня, — сказал он ей, — не броните так усердно молодую козру. Намерение отрезать мне нос ничуть не лучше намерения отвести воды ручья. Собака и лошадь Задиг убедился, что, как сказано в книге «Зенд», первый месяц супружества медовый, а второй полынный. Книга «Зенд», перевод комментарий на среднеперсидский язык, книг «Авесты», «Зенд-Авеста». Он вынужден был через некоторое время развести с женой, жить с которой стало для него невыносимым, и начал искать счастье в изучении природы. Нет никого счастливее, повторял он, чем философ, читающий в той великой книге, которую Бог развернул перед нашими глазами. Открываемые им истины составляют его достояние, ими он питает и возвышает свою душу. Его жизнь спокойна, ему нечего бояться людей, и нежная супруга не придет отрезать ему нос. Под влиянием этих мыслей Задиг удалился в загородный дом на берегу Ефрата. Он не занимался там вычислением того, сколько дюймов воды проходит в одну секунду под арками моста, или того, выпадает ли в месяц мыши на одну кубическую линию дождя больше, чем в месяц овна. Вольтер намек на псевдонаучное изыскание французского ученого Пито, напечатавшего на подобную тему доклад в 1732 году. Чем в месяц овна Вольтер намекает на метеорологические открытия известного в свое время французского ученого Филиппа Лаира 1640-1718 годы. Он не помышлял о том, что можно изготавлять шелк из паутины или фарфор из разбитых бутылок, но занимался главным образом изучением свойств животных и растений и приобрел вскоре навык находить тысячу различий там, где другие видят лишь единообразие. Изготовлять шелк Намек на работу французского естествоиспытателя Де Сент-Илера «Рассуждение о пауке» 1710 год. Фарфор из разбитых бутылок Вольтер насмехается над ученым Рене Антуаном де Реомюром 1683-1757 годы, неоднократно представлявшим Академией наук проект производства фарфора из стекла. Однажды, когда Задик прогуливался по опушке рощицы, к нему подбежал евнух царицы, которого сопровождали еще несколько дворцовых служителей. В этом эпизоде Вольтер использует сюжет арабской сказки, включенный в перевод романа итальянского писателя Арменно Кристофоро «Путешествия и приключения трех принцев» 1548 год. Критик Фрерон, известный враг Макмакмара и энциклопедистов, не приминул обвинить писателя в плагиате. Все они, видимо, находились в сильнейшей тревоге и метались взад и вперед, словно искали потерянную ими драгоценную вещь. — Молодой человек, — сказал ему первый евнух, — не видели ли вы кобеля-царицы? — То есть суку, а не кобеля, — скромно отвечал Задик. — Вы правы, — подтвердил первый евнух. — Это маленькая баллонка, — прибавил Задик. — Она недавно ощенилась, хромает на левую переднюю лапу, и у нее очень длинные уши. — Значит, вы видели ее? — спросил запыхавшийся первый евнух. — Нет, — отвечал Задик. — Я никогда не видел ее и даже не знал, что у царицы есть собака. Как раз в это время, по обычному капризу судьбы, лучшая лошадь царских конюшен вырвалась из рук конюха на лугах Вавилона. Егрмейстер и другие придворные гнались за ней с не меньшим волнением, чем первый евнух за собакой. Обратившись к Задигу, Егрмейстер спросил, не видел ли он царского коня. — Это конь, — отвечал Задик, — у которого превосходнейший голоп. Он пяти футов ростом, копыта у него очень маленькие, хвост трех с половиной футов длины, бляхи на его удилах из золота в двадцать три карата, подковой из серебра в одиннадцать денье. — Куда он поскакал? По какой дороге? — спросил Егрмейстер. — Я его не видел, — отвечал Задиг, — и даже никогда не слыхал о нем. Егрмейстер и первый евнух, убежденные, что Задиг украл и лошадь царя, и собаку царицы, притащили его в собрание великого Дестерхама, где присудили к наказанию кнутом и к пожизненной ссылке в Сибирь. Дестерхам или Дефтердар — титул главного казначея в Персии и Турции. Едва этот приговор был вынесен, как нашлись собака и лошадь. Судьи были поставлены перед печальной необходимостью пересмотреть приговор, но они присудили Задига к уплате четырехсот унций золота за то, что он сказал, будто не видел того, что на самом деле видел. Задигу пришлось сперва уплатить штраф, а потом ему уже позволили оправдаться перед советом великого Дестерхама, и он сказал следующее. «Звезды правосудия, бездны познания, зерцало истины, вы, имеющие тяжесть свинца, твердость железа, блеск алмаза и большое сходство с золотом. Так как мне дозволено говорить перед этим высочайшим собранием, я клянусь вам Оромаздом, что никогда не видел ни почтенной собаки-царицы, ни священного коня царя-царей». Оромазд. Божество добра в древнеперсидской религии. Вот что со мной случилось. Я прогуливался по опушке той рощицы, где встретил потом достопочтенного евнуха и прославленного ермейстера. Я увидел на песке следы животного и легко распознал, что их оставила маленькая собачка. По едва приметным длинным бороздкам на песке между следами лап я определил, что это сука, у которой соски свисают до земли, из чего следует, что она недавно ощенилась. Следы, бороздившие песок по бокам от передних лап, говорили о том, что у нее очень длинные уши. А так как я заметил, что след одной лапы везде менее глубок, чем следы остальных трех, то догадался, что собака нашей августейшей государни немного хромает, если я смею так выразиться. Что же касается коня, царя, царей, то знайте, что прогуливаясь по дорогам этой рощицы, я заметил следы лошадиных подков, которые все были на равном расстоянии друг от друга. Вот, подумал я, лошадь, у которой превосходный голоп. Пыль с деревьев вдоль узкой дороги, шириной не более семи футов, была немного сбита справа и слева, в трех с половиной футах от середины дороги у этой лошади, подумал я, хвост трех с половиной футов длиной, в своем движении направо и налево он смел эту пыль. Я увидел под деревьями, образующими свод пять футов высоты, листья, только что опавшие с ветвей, из чего я заключил, что лошадь касалась их и, следовательно, была пяти футов ростом. Я исследовал камень кремневой породы, о которой она потерлась уделами, и на этом основании определил, что бляхи на уделах были из золота в двадцать три карата достоинством. Наконец, по отпечаткам подков, оставленным на камнях другой породы, я пришел к заключению, что ее подковы из серебра достоинством в одиннадцать денье. Все судьи восхитились глубиной и точностью суждений Задига, и слух о нем дошел до царя и царицы. В передних дворца, в опочивальне, в приемной только и говорили, что о Задиге, и хотя некоторые маги высказывали мнение, что он должен быть сожжен, как колдун, Царь приказал, однако, возвратить ему штраф в четыреста унций, к которым он был присужден. Актуариус, экзекутор и прокуроры пришли к нему в полном параде и вернули ему четыреста унций, удержав из них только триста девяносто восемь унций судебных издержек. Кроме того, их слуги потребовали еще на чай. Задиг понял, что быть слишком наблюдательным порою весьма опасно, и твердо решил при первом же случае промолчать о виденном. Такой случай скоро представился. Бежал государственный преступник. Задиг заметил его из окон своего дома, но на допросе не сказал об этом. Однако его уличили в том, что он смотрел в ту минуту в окно. За это преступление он был присужден к уплате пятисот унций золота. По вавилонскому обычаю Задиг поблагодарил судей за снисходительность. Великий Боже, подумал он, сколько приходится терпеть за прогулку в роще, по которой пробежали собака-царица и лошадь царя. Как опасно подходить к окну, и как трудно дается в этой жизни счастье. Завистник Утешение в посланных ему судьбой несчастьях Задиг искал в философии и дружбе. В одном из предместий Вавилона у него был со вкусом обставленный дом, где он собирал произведения всех искусств и предавался развлечениям, достойным порядочного человека. Утром его библиотека была открыта для всех ученых, а вечером у него обедало избранное общество. Но вскоре он узнал, как опасны бывают ученые. Однажды поднялся великий спор о законе Зараастра, запрещавшем есть грифов. Насмешка над Библией Об этом запрете говорится во второзаконии. Как можно есть грифов, говорили одни, когда такого животного не существует? Они должны существовать, говорили другие, ибо Зараастра запрещает их есть. Задиг попытался примирить их, сказав, «Если грифы существуют, мы не станем их есть. Если же их нет, тем более мы их есть не будем. Таким образом, мы в точности исполним завет Зараастра». Один ученый, написавший о свойствах грифов 13 томов и к тому же великий теурк, поспешил очернить задига в глазах архимага по имени Иобор, глупейшего из халдеев и, следовательно, самого фанатичного из них. Этот человек охотно посадил бы задига на кол во славу солнца и потом с самым удовлетворенным видом стал бы читать требник Зараастра. Друг задига Кадор, один друг лучше ста священников, пошел к старому Иобору и сказал ему, «Да здравствуют солнце и грифы, берегитесь наказывать задига, он святой и держит в своем птичнике грифов, но никогда их не ест». А его обвинил геретик, утверждающий, что кролики не принадлежат к нечистым животным, несмотря на то, что у них раздельно палые лапы. «Хорошо», — сказал Иобор, покачивая лысой головой, «за дига надо посадить на кол, за то, что он дурно думал о грифах, а того, за то, что он дурно говорил о кроликах». Кадор, однако, замял дело через посредство одной фрейлины, которую он осчастливил ребенком и которая пользовалась большим вниманием магов. Никто не был посажен на кол, по поводу чего многие ученые роптали, предрекая гибель Вавилона. Задик воскликнул, «Как хрупко человеческое счастье! Меня преследует в этом мире все, даже то, что не существует!» Он проклял ученых и решил иметь дело исключительно со светскими людьми. Теурк, буквально «богосоздатель» с греческого. Иэбор. Под этой анаграммой скрыт намек на Жанну Франсуа Буайе, 1675-1755 годы, епископа Морецу, заклятого врага Вольтера. Что кролики не принадлежат к нечистым животным, насмешка над Библией, где запрещается употреблять в пищу зайцев. Второзаконие. Он собирал у себя самых благовоспитанных мужчин и самых приятных дам, давал изысканные ужины, нередко предваряемые концертами и живой беседой, из которой он умел изгонять потуги на остроумие, ибо они-то и убивают остроумие и вносят принужденность в самое блестящее общество. Ни в выборе друзей, ни в выборе блюд он не руководствовался тщеславием, ибо хотел не казаться, а быть. И этим приобрел истинное уважение, которого не думал домогаться. Против его дома жил некто Аримас, человек, чья грубая физиономия носила отпечаток злой души. Желчный и напыщенный, он был к тому же тупо умнейшим из остроумцев. Не добившись успеха в большом свете, он мстил ему клеветою. Несмотря на богатство, ему трудно было собрать вокруг себя льстецов. Аримазу досаждал гул голосов, когда по вечерам гости съезжались к Задигу, но еще более досаждал гул похвал, возносимых последнему. Он иногда приходил к Задигу, садился за стол без приглашения и портил веселье собравшихся, подобно гарпием, заражающим, как говорят, мясо, до которого они дотрагиваются. Однажды он пожелал устроить празднество в честь одной дамы, но та, не приняв приглашение, поехала ужинать к Задигу. В другой раз, беседуя друг с другом во дворце, они встретили министра, который пригласил на ужин Задига, не пригласив Аримаза. Самая непримиримая ненависть часто вызывается не более значительными причинами. Этот человек, которого в Вавилоне называли завистником, вознамерился погубить Задига, потому, что того прозвали счастливцем. Случай делать зло представляется сто раз на дню, а случай делать добро лишь единожды в год, как говорит Зарастр. Завистник пришел к Задигу, прогуливавшемуся в своих садах с двумя друзьями и дамой, которой он говорил комплименты без всякой особенной цели. Разговор шел о счастливом окончании войны, которую царь недавно вел со своим вассалом князем Герканским. Геркания область в Древней Персии, расположенная южнее Каспийского моря. Задиг, отличившийся храбростью, в этой короткой войне превозносил царя и еще более даму. Он взял свои записные дощечки, написал экспромтом четверостишие и дал его прочитать этой прекрасной особе. Его друзья также просили позволения прочесть, но задик, по скромности или скорее по разумному самолюбию отказал им в этом, ибо знал, что стихи, написанные экспромтом, хороши лишь для той, кому они посвящены. он разломал на две части дощечку, на которой написаны были стихи, и бросил обе половинки в розовый куст, где друзья тщетно искали их. Пошел дождик, и общество возвратилось в дом. Завистник, оставшись в саду, долго искал и, наконец, нашел часть дощечки, надломленной таким образом, что половина каждой строчки стихов имела определенный смысл и сама составляла стих более короткого размера. Но, что было еще более странно, в этих коротеньких стишках заключались самые страшные оскорбления особой царя. Вот они. Исчадья ада злое на троне наш властитель и мира и покоя единственный губитель. Завистник впервые в жизни почувствовал себя счастливым. В его руках было средство погубить добродетельного и любезного человека. Полной злобной радости он отправил царю эту сатиру, написанную рукой «Задига». Последнего вместе с его друзьями посадили в тюрьму. Дело немедленно осмотрели в суде, причем даже не стали слушать оправданий Задига, когда последнего вели, чтобы объявить ему приговор, стоявший на его пути Аримас, громко сказал, что стихи его никуда не годятся. Задиг не считал себя хорошим поэтом, но он был в отчаянии, что его осудили как виновного в оскорблении величества и что из-за этого несовершенного им преступления посадили в тюрьму двух его друзей и прекрасную даму. ему не позволили защищаться, потому что против него заговорила записная дощечка, таков был закон в Вавилоне. Задига вели на казнь мимо толпы зевак, из которых ни один не посмел посочувствовать ему. Все теснились, стараясь разглядеть его лицо и посмотреть, достаточно ли красиво он умрет. только родственники Задига были огорчены, потому что его имущество переходило не к ним. Три четверти состояния было конфисковано в пользу царя, а последняя четверть в пользу Аримаза. В то время, как Задиг готовился к смерти, попугай царя улетел с дворцового балкона и опустился в саду Задига на розовый куст. Под этим кустом лежала вторая половина записной дощечки, к которой прилепился персик, снесенный ветром с соседнего дерева. Птица схватила персик вместе с дощечкою и принесла их на колени монарха. Государь с любопытством прочел на дощечке слова, которые сами по себе не имели никакого смысла, но были, по-видимому, окончаниями каких-то стихов. Он любил поэзию, а от монархов, любящих стихи, можно многого ожидать. Быть может, намек на Фридриха Второго, как раз в это время завязывавшего отношения с Вольтером. Находка попугая заставила царя призадуматься. Царица, вспомнив о том, что было написано на обломке дощечки задига, приказала ее принести. Когда сложили обе части, они совершенно пришлись одна к другой, и все прочли стихи задига в том виде, в каком они были написаны. Исчадье ада злое, хромола присмирела. На троне наш властитель восстановил закон. И мира, и покоя пора теперь приспела, единственный губитель остался Купидон. Царь приказал тотчас же привести к себе задига и освободить из тюрьмы двух его друзей и прекрасную даму. Задиг упал к ногам царя и царицы и покорнейше попросил у них прощения за столь дурные стихи. Он говорил так изящно, умно и здраво, что царь с царицей пожелали увидеть его снова. Он пришел еще раз и понравился еще больше. Ему отдали имущество несправедливо обвинившего его завистника, но он все возвратил владельцу завистник обрадовался лишь тому, что не потерял своего состояния. Благоволение царя к задигу росло день ото дня. Он приобщал его ко всем своим развлечениям и советовался с ним обо всех своих делах. Расположение к нему царицы возрастало так, что могло даже сделаться опасным для нее, для царя, ее августейшего супруга, для задига и для государства. Задиг начинал верить, что не так уж трудно быть счастливым. Великодушные приближался день великого праздника, который справлялся каждые пять лет. В Вавилоне был обычай в конце каждого пятилетия торжественно провозглашать имя гражданина, совершившего самый великодушный поступок. Судьями при этом были вельможи и маги. Первый сатрап, он же вавилонский градоначальник, докладывал о самых благородных поступках, совершенных за время его пребывания у власти. Собирали голоса, после чего царь выносил решение. На это торжество стекались со всех концов земли. Победитель получал из рук монарха золотую чашу, украшенную драгоценными камнями, и царь говорил ему, примите это в награду за ваше великодушие, и да даруют мне боги побольше подданных подобных вам. Достопамятный день наступил. Царь занял место на троне, окруженный вельможами, магами и представителями всех племен, сошедшимися на эти игры, на которых слава приобреталась не быстрым бегом лошадей, не крепкими мышцами, а добродетелью. Первый сатрап перечислил громким голосом поступки, которые могли доставить людям, совершившим их бесценную награду. Он не упомянул при этом о величии души, которая побудила задига возвратить завистнику его состояние, то не был поступок достойной высокой награды. Он прежде всего указал на одного судью. Этот судья, видя, что из-за его ошибки, в которой он даже не был виновен, некий вавилонянин проиграл важный процесс, отдал ему все свое имущество, равное по ценности потерянной. потом первый сатрап представил молодого человека, который был без памяти влюблен в девушку и собирался на ней жениться, но он уступил ее своему другу, умиравшему от любви к ней, и вдобавок дал ей преданное. Наконец, он назвал воина, который во время Гирканской войны проявил еще большее великодушие. Он защищал свою возлюбленную от нескольких неприятенских солдат, пытавшихся ее похитить. Вдруг ему сообщили, что в нескольких шагах от него другие гирканцы уводят с собой его мать. Он со слезами оставил возлюбленную и бросился спасать мать. Возвратившись за тем, кто и которую любил, он застал ее уже умирающей. Войн хотел покончить с собой, но мать напомнила ему, что ее ищительная опора и у него хватило мужества применять все ходили и жить. Судьи склонялись в пользу воина. Царь взял слово и сказал, и он, и двое других поступили прекрасно, но их поступки не удивляют меня. А вот вчера Задиг совершил нечто поистине удивительное. Я разжаловал несколько дней назад моего министра и фаворита Кареба. Я с негодованием говорил о нем, и все придворные уверяли меня, что я еще слишком кроток, все наперебой старались очернить Кареба. Я спросил Задига, что он думает о бывшем министре, и он осмелился хорошо о нем отозваться. Я встречал в нашей истории примеры, когда люди имуществом платили за свои ошибки, уступали невест и предпочитали матерей возлюбленным, но, признаюсь, никогда не приходилось мне слышать, чтобы придворный одобрительно отозвался о разжалованном министре, на которого разгневался его государь. Я дарю двадцать тысяч золотых каждому из тех, о чьих великодушных поступках здесь было доложено, но чашу отдаю Задигу. Ваше величество, сказал Задиг царю, вы один заслуживаете чаши, ибо совершили самый неслыханный поступок, будучи царем, не рассердились на своего раба, когда он осмелился противоречить вам в минуту вашего раздражения. Все восторгались царем и Задигом. Судья, отдавший свое имущество, влюбленный, уступивший невесту другому, воин, спасший мать, а не невесту, получили подарки монарха, и имена их были записаны в книгу великодушных, но чаша досталась Задигу. Царь приобрел славу доброго государя, который он, однако, пользовался недолго. День этот был ознаменован празднествами, продолжавшимися дольше, чем предписывалось законом. Память об этом дне еще сохраняется в Азии. Задиг говорил, «Я, наконец, счастлив», но он ошибался. Министр. Царь, лишившись своего первого министра, назначил на его место Задига. Все вавилонские красавицы одобрили этот выбор, потому что с самого основания государства не бывало еще такого молодого министра. Все придворные злились. Завистник стал даже харкать кровью, и нос у него чудовищный распух. Задиг, поблагодарив царя и царицу, пошел также поблагодарить и попугая. «Прекрасная птица», сказал он, «ты спасла мне жизнь и сделала меня первым министром. Собака и лошадь их величеств причинили мне много зла, а ты сделала добро. Вот от чего иногда зависят судьбы людей». Но, прибавил он, «такое необыкновенное счастье, быть может, недолговечным». Попугай ответил, «Да». Это слово поразило задига, но, будучи хорошим натуралистом и не веря в пророческие способности попугаев, он успокоился и начал самым усердным образом заниматься своими обязанностями министра. Он дал почувствовать всю священную власть законов, не выставляя на вид важности своего сана. Он не стеснял членов дивана, и каждый визирь мог высказывать свое мнение, не навлекая на себя его немилости. Когда ему приходилось решать какое-нибудь дело, судьей был закон, а не его личная воля. Когда закон был слишком строг, он смягчал его, а если соответствующего закона вообще не было, он сам создавал новые законы, не менее справедливые, чем Зараастровы. Это от него унаследовали народы великое правило, что лучше рискнуть и оправдать виновного, нежели осудить невинного. Он считал, что законы нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, но и для того, чтобы помогать им. Его отличительная способность состояла в том, что он легко раскрывал истину, тогда как обычно люди стараются ее затемнить. С первых же дней своего управления он стал применять эту способность. В Индии умер известный вавилонский купец. Состояние свое он разделил поровну между двумя сыновьями, предварительно выдав замуж дочь. Кроме того, он назначил 30 тысяч золотых тому из сыновей, о ком станет известно, что он больше другого любит отца. Старший сын поставил ему памятник, а младший частью своего наследства увеличил приданые сестры. Все говорили, старший больше любит отца, а младший сестру старшему и должны достаться 30 тысяч. Задик призвал обоих сыновей одного за другим. Он сказал старшему, ваш отец вовсе не умер, он выздоровел и возвращается в Вавилон. Слава Богу, ответил молодой человек, только напрасно я так потратился на памятник. Задик сказал то же самое младшему. Слава Богу, отвечал тот, я отдам моему отцу все, что получил в наследство, но желал бы, чтобы он не отбирал у сестры того, что я ей выделил. Вы не отдадите ничего, сказал Задик, а получите еще 30 тысяч золотых. Вы больше любите своего отца, чем ваш брат. В издании 1747 года следом за этой фразой шел отрывок, затем снятый Вольтером. Он публикуется в приложениях. Одна очень богатая девица одновременно дала согласие выйти замуж за двух магов и после нескольких месяцев их поучений забеременела, и тот, и другой хотели на ней жениться. «Моим мужем станет тот из вас, сказала она, кто дал мне возможность подарить государству гражданина». «Я совершил это благое дело», сказал один. «Эта заслуга принадлежит мне», возразил другой. «Хорошо», сказала она, «Я признаю отцом моего ребенка того из вас, кто сможет ему дать лучшее воспитание». Она родила сына, каждый из магов хотел его воспитывать. Дело дошло до задига, он призвал обоих магов. «Чему ты будешь учить своего воспитанника?» спросил он у первого. «Я научу его», отвечал ученый, «восьми частям речи, диалектики, астрологии, демономании. Я объясню ему, что такое субстанция и акциденция, абстрактная и конкретная, монады и предустановление гармонии». Акциденция термин средневековой схоластики, обозначающий приходящее, изменчивое в противоположность субстанции, неизменной сущности вещей. Монады и предустановление гармонии насмешка над героинями немецкого философа Готфрида Вильгельма Лейбница 1646-1716 годы. Эти строки были внесены в текст повести после 1752 года, когда Вольтер пересмотрел свое отношение к взглядам Лейбница. В философии Лейбница монадами называются составляющие мир самостоятельной духовной сущности, которые обладают способностью движения. Связь монад между собой является результатом предустановленной богом гармонии. «Я сказал второе, постараюсь сделать его справедливым и достойным дружбы», Задик произнес. «Отец ты ему или нет, но ты женишься на его матери». Далее в издании 1748 года следовал большой эпизод, снятый автором в 1756 году, опубликован в приложениях. Диспуты и аудиенции Так Задик ежедневно выказывал тонкий ум и добрую душу. Им восторгались и тем не менее его любили. Его считали счастливейшим из людей, имя его гремело по всему государству, все женщины на него заглядывались, все мужчины восхваляли его справедливость, ученые считали Задика своим оракулом и даже жрецы признавали, что он знает больше Архимага и Эбора. Никому не приходило в голову спорить теперь с ним о грифах. Верили только тому, что он считал достойным веры. Полторы тысячи лет длился в Вавилоне великий спор, разделивший всех граждан на две непримиримые секты. Члены одной утверждали, что в храм Митры должно вступать непременно с левой ноги, а члены другой считали этот обычай гнусным и входили туда только с правой ноги. Митра в древней персидской мифологии «Бог священного огня и солнца». Все ждали торжественного праздника священного огня, дабы узнать наконец, какой секте покровительствует Задик. Взоры граждан были прикованы к его ногам, люди замерли от волнения и тревоги. Сжав пятки, Задик не вошел, а прыгнул в храм, после чего красноречиво доказал собравшимся, что Бог неба и земли чужд пристрастия и равно относится и к правой ноге, и к левой. Завистник и его жена утверждали, что речь Задига была бедна образами и что он не заставил пуститься в пляс горы и холмы. Здесь и далее Вольтер пародирует стиль Ветхого Завета. Сравните, горы прыгали как овцы и холмы как агнцы псалтирь. Он слишком сух и лишен воображения, говорили они, у него и море не отступает от берегов, и звезды не падают, и солнце не тает как воск, ему не достает хорошего восточного слога. В Библии море увидело и побежало псалтирь. Звезды падают, сравните, как упал ты с неба, денница сын Зарим. Задик довольствовался тем, что обладал разумным слогом. Все были на его стороне, но не потому, что он был прав, не потому, что был разумен, не потому, что был любезен, а лишь потому, что он был первым визирем. Также удачно закончил он великую распорю между белыми и черными магами. Белые утверждали, что нечестиво, молясь Богу обращаться на северо-восток, черные уверяли, что Бог внушается молитвами людей, обращающихся к юго-западу. Задик приказал обращаться в ту сторону, в какую каждый хочет. Он нашел способ управляться со всеми частными и государственными делами утром, а дневное время посвящал заботам об украшении Вавилона. Он распорядился представлять в театрах трагедии, которые заставляют плакать, и комедии, которые вызывают смех. Такие пьесы давно уже вышли из моды, но он эту моду возродил, так как был человеком со вкусом. Он не был убежден в том, что понимает в театральном искусстве больше, нежели актеры, осыпал их дарами и отличиями и не завидовал втайне их талантам. По вечерам Задик очень развлекал царя и особенно царицу. Царь говорил «Превосходный министр!» Царица говорила «Пленительный министр!» И оба добавляли «Как было бы жаль, если бы его тогда повесили!» Еще ни одному сановнику в мире не приходилось давать столько аудиенций дамам, как ему. Большинство приходило по делам, которых у них не было, только для того, чтобы иметь дело с ним. Жена завистника явилась одной из первых. Она поклялась Митрой, зендовестою и священным огнем, что поведение ее мужа было ей омерзительно. Затем она призналась Задигу, что муж ее, ревнив и груб, и намекнула, что боги покарали его, отказав в том проявлении священного огня, которое одно только и уподобляет человека небожителям. В заключении она уронила свою подвязку. Задиг поднял ее с обычной своей учтивостью, но не завязал над коленом дамы, и его оплошность, если только это была оплошность, явилась причиной ужасных бедствий. Задиг забыл и думать об этом случае, но жена завистника о нем не забыла. Зендовесто, здесь Вольтер принял название книги за имя божества. Дамы являлись к нему ежедневно. В секретных анналах Вавилона есть сведения, что один раз он все же не выдержал характера, но при этом с крайним изумлением заметил, что в объятиях женщины не испытал наслаждения и целовал свою любовницу весьма рассеянно. Женщина, которой он подарил сам того, почти не заметив знаки своего расположения, была одна из придворных дам царицы. Эта нежная Вавилонянка говорила себе в утешение, должно быть у этого человека ужасно много дел в голове, если он думает о них даже тогда, когда предается любви. В одной из тех мгновений, когда одни не говорят ни слова, а другие произносят только слова для них священные, Задик вдруг воскликнул царица. Вавилонянка подумала, что наконец-то он вернулся на землю и в увлечении сказал ей «Моя царица», но Задик все еще в рассеянии произнес имя Астарты. Дама, которая в этих счастливых обстоятельствах толковала все к выгоде для себя, вообразила, будто он хотел сказать «Вы прекраснее царицы Астарты». Она вышла из цераля за Дига с великолепными подарками и немедленно рассказала о случившемся завистнице, ближайшей своей подруге. Последняя была жестоко оскорблена этим предпочтением, а мне он даже не пожелал завязать вот эту подвеску, и я не хочу ее больше носить. «О, у вас такие же подвязки, как у царицы», сказала завистница ее счастливая соперница. «Должно быть, вы заказываете их одной и той же мастерице». Завистница так глубоко задумалась, что ничего не ответила, а затем пошла советоваться к своему мужу завистнику. Между тем Задиг стал замечать, что он постоянно рассеян и в суде, и на аудиенциях. Он не понимал, в чем дело, и это было единственное, что омрачало его жизнь. Однажды ему привиделся сон. Сперва ему приснилось, что он лежит на сухой траве, и его беспокоят колючки, а потом, что он сладко отдыхает на ложе из роз. И вдруг из этих роз выползает змея, которое вонзает ему в сердце острое и ядовитое жало. Увы, подумал он, я долго лежал на сухой и колючей траве, теперь я на ложе из роз, но кто же будет змеей? Ревность. Несчастье Задига было порождено самим его счастьем, и еще более его достоинствами. Каждый день он беседовал с царем и Астартой, его августейшей супругой. Желание нравится, которое для ума все равно, что наряд для красоты, придавало особый блеск его остроумию. Задиг был молод, привлекателен, и Астарта, сама того не подозревая, поддалась его чаром. Страсть ее возрастала в лоне невинности, Астарта без колебаний и боязни придавалось удовольствию видеть и слышать человека, любимого ее мужем и всем государством. Она не переставала восхвалять Задига в присутствии царя, говорила о нем с придворными дамами, превозносившими его до небес. Все это укрепляло в ее сердце чувство, которого она еще не сознавала. Она делала Задигу подарки и вкладывала в них больше нежности, чем сама предполагала. Ей казалось, что она говорит с ним как царица, довольная своим подданным, но порою слова ее звучали, как слова влюбленной женщины. Астарта была гораздо красивее Земиры, так ненавидевшей кривых и той женщины, которая собиралась отрезать нос своему супругу. Дружеское обращение Астарты, ее нежные речи, от которых она сама невольно краснела, ее взоры, против воли устремлявшиеся на Задига, зажгли в нем пламя, удивлявшее его самого. Он старался превозмочь свое чувство, призывал на помощь философию, так часто ему помогавшую, но на этот раз она лишь открыла ему глаза на его положение, а помочь не смогла. Сознание долго, чувство признательности, мысль об оскорблении величия государя представали пред ним словно боги-мстители. Он боролся с собою и побеждал, но эта победа, которую нужно было одерживать беспрестанно, стоила ему многих стинаний и слез. Он уже не смел беседовать с царицей с той приятной непринужденностью, в которой было так много прелести для них обоих. Взоры его туманились, речь была затруднена и бессвязна, глаза устремлены в землю. Когда же он невольно поднимал их на астарту, то встречал ее глаза, чудно блестевшие сквозь слезы. Оба влюбленных, казалось, говорили, мы обожаем друг друга, но боимся любить. Мы оба пылаем огнем, который считаем преступным. Задик выходил от нее смущенный, растерянный, с невыносимой тяжестью на сердце. Наконец, будучи не в силах доли терпеть душевную муку, он доверил свою тайну Кадору. Как человек, долго и терпеливо переносивший жестокие страдания, вдруг выдает себя и криком, вырванным у него приступом особенно острой боли и холодным потом, выступившим на лбу. Кадор сказал ему, «Я уже разгадал чувства, которые вы скрывали даже от самого себя. Есть признаки, по которым нельзя не узнать страсти, но, мой дорогой Задик, если в вашем сердце смог читать я, то рано или поздно царь тоже обнаружит в нем столь оскорбительное для него чувство. Единственный его недостаток состоит в том, что он ревнивейший из людей. Вы сопротивляетесь страсти с большей твердостью, чем царица, потому что вы философ и потому что вы Задик, а старта женщина. Не сознавая своей вины, она не думает об осторожности и взоры ее говорят слишком много. К несчастью, уверенность в своей безгрешности заставляет ее пренебрегать требованиями этикета. Я буду дрожать за нее до тех пор, пока ей не в чем будет себя упрекать, а вот если бы вы сблизились с нею, вы сумели бы отвести глаза всем. Страсть, зарождающаяся и подавляемая, прорывается в каждом жесте, тогда как удовлетворенную любовь не составляет труда утаить. Предложение изменить царю своему благодетелю привело Задига в ужас. Никогда он не был так верен государю, как в то время, когда осознавал себя виновным в невольном преступлении. Между тем, царица так часто произносила имя Задига, лицо ее при этом так заливалось румянцем, она до такой степени одушевлялась или рабела, когда говорила с ним в присутствии царя и впадала в столь глубокую задумчивость, когда он уходил, что царь стал наконец беспокоиться. Он верил всему, что видел и дополнял воображением то, чего не видел. В особенности его поразило то, что у царицы были голубые туфли и у Задига тоже, что у царицы были желтые ленты, а у Задига желтая шапка, неопровержимые улики с точки зрения щепетильного монарха. В его раздраженном уме подозрения превратились в достоверность. Все рабы царей и цариц шпионят за их сердцами. Придворные быстро обнаружили, что Астарта влюблена, а Моабдар ревнует. Завистница по наущению завистника послала царю свою подвязку, похожую на подвязку царицы. К довершению несчастья эта подвязка была голубая. С этого мгновения повелитель стал думать только о том, как отомстить за себя. Он решил ночью отравить царицу, а на рассвете удавить Задига. Сделать это должен был безжалостный евнух, исполнитель мстительных замыслов монарха. В это время в комнате находился немой, но нелишенный слуха карлик. Его всюду допускали. Он, как домашнее животное, бывал свидетелем самого тайного, что происходило во дворце. Карлик был очень привязан к царице к Задигу и с удивлением и ужасом услышал приказ об убийстве. Но как предупредить о страшном приговоре, который должен быть приведен в исполнение через несколько часов? Писать карлик не умел, зато он научился рисовать, и у рисунков его было большое сходство с изображенными предметами. Он провел часть ночи, молюя то, о чем хотел сообщить царице. В одном углу его рисунка был изображен разгневанный царь, отдающий приказание Евнуху. Затем стол и на нем ваза, голубой шнурок, голубые подвязки и желтые ленты. В центре картины царица, умирающая на руках своих дам, а у ног ее удушенный Задиг. На горизонте видно было восходящее солнце. Этим карлик хотел сказать, что ужасная казнь совершится на рассвете. Положив последние штрихи, карлик побежал к одной из дам Астарты, разбудил ее и дал ей понять, что рисунок надо тотчас отнести к царице. В полночь стучат в дверь к Задигу. Будет его и отдают записку царице. Он думает, не сон ли это, и дрожащей рукой развертывает письмо. Как изобразить его удивление, замешательство и отчаяние, когда он прочел следующие слова. «Бегите немедля, или вас лишат жизни. Бегите за Диг. Я вам приказываю этого имя нашей любви и моих желтых лент. Я ни в чем не виновна, но чувствую, что умру как преступница». Задиг едва был в силах говорить. Он послал за Кодором и молча передал ему записку. Кодор убедил его повиноваться и немедленно отправиться в Мемфис. «Если вы решитесь пойти к царице, то ускорите ее смерть. Если попытаетесь объясниться с царем, вы также погубите ее. Я позабочусь о ней, а вы позаботьтесь о себе. Я распущу слух, что вы отправились в Иоу. В скором времени я разыщу вас и скажу, как обстоят дела в Вавилоне». В ту же минуту Кодор велел привести к потайным дверям дворца двух самых быстроногих драмадеров. Он посадил на одного из них задига, которого пришлось вынести на руках, так как он был почти без чувств. Сопровождал задига один-единственный слуга, и вскоре Кодор, полный недоумения и скорби, потерял друга из виду. именитый беглец, поднявшись на вершину холма, откуда виден был Вавилон, обратил взоры на дворец царицы и тут же потерял сознание. Очнувшись, он долго заливался слезами и призывал к себе смерть. Наконец, горько оплакав судьбу самой очаровательной женщины и самой великой царицы, он на мгновение вернулся к мыслям о собственной судьбе и воскликнул. Вот она, жизнь человеческая, о добродетель, чем ты помогла мне? Две женщины недостойно обманули меня, третья, невинная и прекраснейшая из всех, должна умереть. Все, что я делал хорошего, неизменно становилось для меня источником несчастья, и на высоту величия я был возведен лишь для того, чтобы низвергнуться в ужаснейшую пучину бедствий. Если бы я был столь жестокосерден, как многие, я был бы счастлив, как они. Задик продолжал свое путешествие в Египет, погруженный в эти мрачные размышления. Глаза его были отуманены печалью, лицо мертвенно-бледным, душа исполнена отчаяния. Избитая женщина Задик направлял свой путь по звездам. Созвездия Ориона и блистающие светила Сириус вели его прямо к звезде Каноп. Он любовался этими громадными светящимися шарами, которые представляются нашим глазам маленькими искорками, между тем, как земля, незаметная пылинка, затерянная во вселенной, кажется нам, алчным людям, необъятной и величественной. Задик видел в ту минуту человеческие существа такими, каковы они на самом деле, то есть насекомыми, поедающими друг друга на маленьком комке грязи. Этот верный образ обратил в ничто все его несчастья, напомнив ему и о его собственном ничтожестве и о ничтожестве Вавилона. Душа задига, как бы отторгнутая от тела, витала в бесконечности и созерцала неизменный порядок вселенной, но затем, спустившись на землю и снова почувствовав биение своего сердца, он вспомнил, что Астарта, быть может, погибла из-за него и снова вселенной, как бы ни бывало, и во всей природе для него остались только умирающая Астарта и несчастный Задиг. Отданный во власть этим приливом и отливом возвышенной философии гнетущей печали, он приблизился к границам Египта. Его верный слуга поехал вперед на поиски жилища в первом же египетском селении, а Задиг между тем прогуливался в окрестных садах. Невдалеке от большой дороги Задиг увидел разъяренного мужчину, преследующего какую-то женщину, которая с воплями призывала на помощь небеса и землю. Настигнутая наконец своим преследователем, она стала обнимать его колени, но тот принялся ее бить, не переставая осыпать упреками. По ее мольбам о прощении и по его ожесточению Задиг понял, что то были ревнивый любовник и неверная любовница. Увидев, как пленительно красива женщина и даже заметив в ней некоторое сходство с несчастной астартой, он преисполнился сострадания и вознегодовал на египтянина. Помогите мне, рыдая, взывала она к Задигу, вырвите меня из рук этого ужасного варвара, спасите мне жизнь. Вняв ее молением, Задиг бросился между ней и истязателем. Зная несколько египетский язык, он сказал тому, если в вас есть хоть капля человеколюбия, заклинаю вас, пощадите красоту и слабость. Как можете вы так безжалостно обходиться с этим прекрасным созданием, которое лежит у ваших ног и способно защищаться только слезами? Ах, так, воскликнул взбешенный египтянин, значит, ты тоже любишь ее, и это тебе я должен мстить. Он тут же выпустил женщину, которую держал одной рукой за волосы и, схватив копье, собрался пронзить им чужеземца. С полным хладнокровием Задиг ловко уклонился от неистового удара и перехватил копье возле железного наконечника. Египтянин тянул копье к себе, Задиг к себе, пока оно не сломалось. Тогда египтянин обнажил меч. Задиг последовал его примеру. Они напали друг на друга. Один наносил стремительные удары, другой искусно их отражал. Женщина, сидя на лугу, поправляла прическу и следила за схваткой. Египтянин превосходил противника силой. Задиг ловкостью. Последний сражался как человек, у которого голова управляет рукой. Первый же, ослепленный гневом, сыпал удары как попало. Наконец, Задиг берет верх, обезоруживает египтянина и в то время, как тот в ярости хочет броситься на него, схватывает противника, заламывает ему руки и повергает на землю, приставив меч к его груди. Победитель обещает побежденному жизнь, но египтянин вне себя выхватывает кинжал и ранит Задига в ту самую минуту, когда тот дарует ему пощаду. Задиг в негодовании вонзает меч в его грудь. Египтянин испускает ужасный крик и умирает в судорогах. Задиг подходит тогда к женщине и смиренно говорит ей, «Он сам вынудил меня убить его. Вы отмщены? Я освободил вас от самого жестокого человека, какого мне довелось встретить. Что вам теперь угодно от меня, сударыня?» «Чтоб ты умер, разбойник!» отвечала она ему, «Чтоб ты умер, ты убил моего возлюбленного!» «Так бы и вырвало твое сердце!» «Ну, в таком случае, сударыня, у вас был странный возлюбленный», возразил Задик. «Он безжалостно колотил вас и хотел убить меня только за то, что вы обратились ко мне за помощью?» «Пускай бы продолжал колотить! Я заслужила это! Я была ему неверна!» завопила женщина. «Будь небо ко мне милосердно! Он все еще бил бы меня, а ты лежал бы на его месте!» Задик, удивленный и рассерженный, как никогда в жизни сказал, «Сударыня, хотя вы прекрасны, но заслуживаете, чтобы и я, в свою очередь, прибил вас за ваше сумасбродство!» Но я не желаю утруждать себя. С этими словами он сел на верблюда и направился в селение. Не успел Задик отъехать на несколько шагов, как услышал шум и, обернувшись, увидел четырех гонцов из Вавилона. Они неслись во весь опор. Один из них, увидев женщину, вскричал, «Это она!» «Точно так нам ее описали!» Не обращая внимания на труп, они тотчас же схватили женщину, не перестававшую теперь кричать Задигу, «Помогите мне еще раз, великодушный чужеземец! Забудьте мои упреки! Помогите мне! И я ваша до гроба!» Но Задиг потерял охоту драться за нее. «Обманывайте других!» сказал он. «Меня вы уже не проведете!» К тому же он был ранен, из раны текла кровь, он нуждался в помощи, да и вид четырех всадников, посланных вероятно царем Моабдаром, сильно его встревожил. Он поспешил в селение, гадая, чего ради, гонцы схватили египтянку и, удивляясь странному нраву этой женщины. Рабство Когда Задиг въехал в египетское селение, его окружила толпа людей, выкрикивающих «Вот похититель прекрасной мисуфы и убийца Клетофиса!» «Господа!» сказал он, «Да избавит меня Бог от вашей прекрасной мисуфы!» «Она слишком капризна!» «Что же касается Клетофиса, я заколол его, защищаясь. Он хотел убить меня за то, что я очень учтиво попросил его простить прекрасную мисуфу, которую он беспощадно избивал. Я чужеземец, ищущий в Египте убежище. Вряд ли человек, который хочет заручиться вашим покровительством, начнет с того, что совершит похищение и убийство». Египтяне тогда были справедливы и человечны. Задига повели в городское управление. Там ему перевязали рану, и, чтобы выяснить правду, допросили сперва его самого, потом слугу. Задиг не был признан убийцей, однако он пролил кровь человека, и закон осуждал его на рабство. Двух верблюдов продали в пользу селения. Привезенное Задигом золото роздали жителям, а его самого вместе со спутником выставили на площади для продажи. Арабский купец по имени Сеток купил их с публичного торга. За слугу, как за более пригодного для тяжелой работы, он заплатил дороже, чем за господина. Качества этих рабов казались ему несравнимыми, и Задиг был подчинен своему слуге. Их сковали друг с другом ножною цепью, и в таком виде они следовали за арабом, когда он возвращался домой. Дорогу Задиг утешал своего слугу и призывал к терпению, но в то же время, по свойственной ему привычке, не переставал размышлять о человеческой жизни. «Я вижу», говорил он слуге, «что неблагосклонность судьбы ко мне переносится и на тебя. До сих пор обстоятельства моей жизни складывались самым странным образом. Меня присудили к штрафу за то, что я видел, как пробежала собака, чуть не посадили накол за грифа, приговорили к смертной казни за стихи в честь царя, чуть не задушили за то, что у королевы были желтые ленты, и вот теперь мы с тобой рабы, потому только, что какой-то скот прибил свою любовницу. Но не будем терять мужество, все это, быть может, кончится благополучно, нельзя же арабским купцам обходиться без рабов, так почему мне не быть одним из них? Разве я не такой же человек, как все прочие? Этот купец не будет безжалостен и не станет дурно обращаться со своими рабами, если только он захочет, чтобы они хорошо работали, так говорил Задиг, но мысли его были заняты судьбою вавилонской царицы. Два дня спустя Сеток отправился в пустынную Аравию вместе со своими рабами и верблюдами. Его племя обитало вблизи пустыни Хориф. Дорога была долгая и трудная. Слуга Задига, который, в отличие от своего господина, умел ловко навьючивать верблюдов, был на гораздо лучшем счету у Сетока и пользовался всякими маленькими преимуществами. В двух днях пути от Хорива издох один верблюд, и поклажу, которую он нес, пришлось переложить на спины рабов. Задиг получил свою долю при виде невольников сагбенных под тяжестью ноши. Сеток стал смеяться. Задиг позволил себе объяснить, отчего это происходит, и рассказал о законе равновесия. Пустыня Хориф — северная часть Аравийской пустыни около современного египетского города Рас-Гариб. Удивленный купец стал смотреть на него другими глазами. Задиг увидя, что возбудил в нем любопытство, постарался укрепить это чувство рассказами о предметах, имевших отношение к торговле сетока, о будильном весе металлов и товаров одинакового объема, о свойствах некоторых полезных животных и о способах извлечь пользу из таких, которые полезными не считаются. Словом, он показался сетоку настоящим мудрецом. Сеток стал оказывать ему предпочтение перед его товарищем, которого до тех пор столь ценил и начал гораздо лучше обращаться с ним, о чем впоследствии не пожалел. Вернувшись на родину, сеток потребовал с одного еврея пятьсот унций серебра, который дал тому взаймы в присутствии двух свидетелей. Но свидетели эти умерли, и евреи, не опасаясь быть изобличенным, отказался от уплаты долга, и при этом благодарил Бога за то, что он дал ему возможность надуть араба. Сеток поведал о бесчестном поступке еврея Задигу, который успел стать его постоянным советчиком. «В каком месте, спросил Задиг, отдали вы этому неверному ваши пятьсот унций?» «На большом камне у подножия горы Хорив», отвечал купец. «Какой характер у вашего должника?» спросил Задиг. «Он мошенник», ответил сеток. «Я спрашиваю вас, горяч он или флегматичен, осторожен или неблагоразумен?» «Сколько я знаю он, самый горячий из всех неисправных должников», отвечал сеток. «Хорошо», сказал Задиг, «позвольте мне защищать дело перед судом». И действительно, он вызвал еврея в суд и обратился к судье со следующими словами. «Подушка на троне справедливости. От имени моего господина я требую, чтобы этот человек возвратил ему пятьсот унций серебра, от уплаты которых он отказывается». «Есть у вас свидетели?» спросил судья. «Нет, они умерли, но остался большой камень, на котором отсчитаны были деньги, и если ваше степенство соблаговолит послать за камнем, то, я надеюсь, он будет свидетельствовать об этом. Мы с евреем останемся здесь, пока принесут камень, а издержки за его доставку заплатит мой господин сеток». «Хорошо», отвечал судья и занялся другими делами. К концу заседания судья спросил у Задига «Ну, что же, вашего камня все еще нет?» Еврей, смеясь, отвечал ему «Даже если вы, ваше степенство, останетесь здесь до завтра, все равно вам не дождаться камня, ибо он находится более чем в шести милях отсюда, и нужно пятнадцать человек, чтобы его сдвинуть с места». «Я говорил вам», воскликнул Задиг, «Что камень будет свидетельствовать в нашу пользу, так как этот человек знает, где он находится, значит, сознается, что деньги отсчитаны были именно на нем». Растерявшийся еврей принужден был во всем сознаться. Судья приказал привязать его к камню и не давать ему ни пить, ни есть до тех пор, пока он не возвратит пятьсот унций, что тот немедленно и сделал. С тех пор и раб Задиг и камень стали пользоваться доброй славой в Аравии. Костер Восхищенный Сеток стал относиться к своему рабу как к близкому другу. Подобно царю Вавилонскому он уже не мог обойтись без него. Задиг от души радовался, что у Сетока не было жены. Он открыл в своем хозяине хорошие природные наклонности, много прямоты и здравого смысла. Но Задиг огорчало, что тот по древнему арабскому обычаю поклоняется небесному воинству, то есть солнцу, луне и звездам. Наконец он объяснил хозяину, что светило эти такие же тела, как дерево или скала и столько же заслуживают обожания, как и последние. Но ведь они вечные существа, возразил Сеток, которые даруют нам все, из чего мы извлекаем пользу, вдыхают жизнь в природу и управляют чередованием времен года, к тому же они так далеки от нас, что не поклоняться им нельзя. Вам куда полезнее Красное море, которое несет ваши корабли с товарами в Индию? И почему вы думаете, что оно менее древнее, чем звезды? Если же вы поклоняетесь тому, что далеко от вас, то поклоняетесь также земле гангаридов, которая находится на краю света. Земля гангаридов, то есть народов, живущих за рекой Ганг. Нет, сказал Сеток, звезды так блестят, что я не могу им не поклоняться. Когда наступил вечер, Задик засветил множество факелов в палатке, в которой он должен был ужинать с Сетоком. Как только тот появился, Задик бросился на колени перед горящими факелами и произнес «Вечные блистательные светильники! Будьте всегда милостивы ко мне!» Промолвив это, он сел за стол, не обращая внимания на Сетока. «Что это вы делаете?» спросил его изумленный Сеток. «То же, что и вы, преклоняюсь перед светильниками и пренебрегаю их и моим повелителем». Сеток понял глубокий смысл этих слов. Мудрость раба просветила его, и, перестав курить фемиам творением, он стал поклоняться Творцу. В то время в Аравии еще существовал ужасный обычай, который сперва был принят только у скифов, но затем с помощью броминов, утвердившись в Индии, стал распространяться по всему Востоку. Когда умирал женатый человек, а его возлюбленная жена желала прослыть святой, она публично сжигала себя на трупе своего супруга. День этот был торжественным праздником и назывался Костер Вдовства. Племя, в котором насчитывалось наибольшее количество предавших себя сожжению вдов, пользовалось наибольшим уважением. После смерти одного араба из племени Сетока, вдова его по имени Альмона, очень набожная женщина, назначила день и час, когда при звуках трупа и барабанном бое она бросится в огонь. Задик стал доказывать Сетоку, насколько вреден для блага рода человеческого столь жестокие обычаи, из-за которого чуть ли не ежедневно погибали молодые вдовы, способные дать государству детей или, по крайней мере, воспитать тех, которые у них уже были. Задик утверждал, что следовало бы уничтожить этот варварский обряд. Сеток ответил, вот уже свыше тысячи лет женщины имеют право всходить на костер, кто из нас осмелится изменить закон, освещенный временем, разве есть что-нибудь более почтенное, чем долговечное заблуждение? Разум долговечнее заблуждение возразил Задик. Поговорите с вождями племен, а я пойду к молодой вдове. Придя к ней, Задик сперва снискал ее расположение тем, что расхвалил ее красоту, сказав ей, до какой степени жаль предать огню такие прелести, он все же отдал должное ее верности и мужеству. Вы, должно быть, горячо любили своего мужа, спросил он. Нисколько не любила, отвечала Аравитянка. Он был грубый, ревнивый, невыносимый человек, но я твердо решила броситься в его костер. Стало быть, есть особенное удовольствие заживо сгореть на костре. Ах, одна мысль об этом приводит меня в содрогание, сказала женщина, но другого выхода нет. Я набожна, и если не сожгу себя, то лишусь своей доброй славы, все будут надо мною смеяться. Добившись признания, что ее толкает на костер страх перед общественным мнением и тщеславие, Задиг долго еще говорил с ней, стараясь внушить ей хоть немного любви к жизни, и достиг наконец того, что внушил ей некоторое расположение к ее собеседнику. «Что вы сделали бы, если бы тщеславие не побуждало вас идти на самосожжение?» «Увы», сказала женщина, «мне кажется, я попросила бы вас жениться на мне». Однако Задиг был слишком полон мыслями об Астарте, чтобы принять ее предложение, но он немедля отправился к вождям племени, рассказал им о своем разговоре с вдовой и посоветовал издать закон, по которому вдовам разрешалось бы сжигать себя лишь после того, как они не менее часа поговорят с каким-нибудь молодым человеком. И с тех пор ни одна женщина не сжигала себя в Аравии. И одному Задигу жители этой страны обязаны тем, что ужасный обычай, существовавший столько веков, был уничтожен в один день. Задиг стал таким образом благодетелем Аравии. Ужин Ситок, не желая разлучаться с человеком, в котором обитала сама мудрость, взял его с собою на большую ярмарку в Бассору, куда должны были съехаться самые крупные негацианты со всех концов земли. Бассора, очевидно, современный город Басра, расположенный на Тигре при его впадении в Персидский залив. Для Задига было большим утешением видеть такое множество людей из различных стран, собравшихся в одном месте. Мир представлялся ему одной большой семьей, сошедшейся в Бассоре. На второй день после приезда ему пришлось сидеть за одним столом с египтянином, индийцем, с берегов Ганга, жителем Катая, греком, кельтом и другими чужеземцами, которые во время своих частых путешествий к Аравийскому заливу выучились арабскому языку настолько, что могли на нем объясняться. Катай, так в Европе назывался Восточный Китай. Египтянин был в сильном гневе. «Что за отвратительный город, это Бассора», говорил он, «мне не дают здесь тысячи унций золота под вернейший в мире залог». «Как так?» спросил Ситок. «Под какой же залог не дают вам этой суммы?» «Под залог тела моей тетушки», отвечал египтянин женщины, лучше которой не было во всем Египте. Она всегда сопутствовала мне в моих путешествиях, и когда она умерла в дороге, я сделал из нее превосходнейшую мумию в моей стране, я получил бы под нее все, что попросил. Непонятно, почему здесь мне отказывают даже в тысячи унций золота под такой верный залог». Излив свой гнев, он принялся было за превосходную вареную курицу, как вдруг индиец, взяв его за руку, сказал с горестью, «Ах, что вы собираетесь сделать?» «Съесть эту курицу», ответил владелец мумии. «Остановитесь», воззвал к нему индиец, «Очень может быть, что душа покойницы переселилась в тело этой курицы, а вы, вероятно, не захотите съесть вашу собственную тетушку. Варить кур значит наносить оскорбление природе». «Что вы пристали ко мне с вашей природой и с вашими курами?» вспылил египтянин. «Мы поклоняемся быку, но все-таки едим его мясо». «Вы поклоняетесь быку?» «Возможно ли это?» воскликнул житель берегов Ганга. «Почему же невозможно?» ответил тот. «Вот уже 135 тысяч лет, как мы поклоняемся быкам, и никто из нас не видит в этом ничего плохого». «Как?» «135 тысяч лет?» воскликнул индиец. «Вы несколько преувеличиваете. С тех пор, как Индия заселена, прошло 80 тысяч лет, а мы, конечно, древнее вас, и Брама запретил нам есть быков прежде, чем вам пришло на ум строить им алтари и жарить их на вертеле». Брама одно из верховных божеств в индуизме, творец и блюститель общего порядка. «Куда же вашему забавнику Браме тягаться с нашим Аписом?» сказал египтянин. «И что он сделал путного?» Апис священный бык у древних египтян. «Он научил людей читать и писать, и ему обязаны они шахматную игрою», ответил Брамин. «Вы ошибаетесь», сказал Халдей, сидевший рядом с ним. «Всеми этими великими благами мы обязаны рыбе Оаннесу и по всей справедливости должны почитать только ее». Оаннес священная рыба древних халдеев. «Каждый вам подтвердит, что это было божественное создание с золотым хвостом и прекрасной человеческой головой, которая ежедневно выходила на три часа из воды и читала людям проповеди. «Всякому известно, что у рыбы Оаннеса было несколько сыновей, ставших потом царями. У меня есть ее изображение, и я воздаю ей должные почести». «Быков можно есть сколько угодно, но варить рыбу, разумеется, великое святотатство. К тому же вы оба недостаточно древнего и благородного происхождения, чтобы спорить со мною. Египетский народ существует только в 135 тысяч лет, индийцы могут похвалиться лишь восьмью-десятью тысячелетним существованием, между тем, как наши календари насчитывают четыре тысячи веков. Поверьте мне, откажитесь от ваших глупых басен, и я дам каждому из вас изображение Оаннеса». Тогда вмешался в разговор житель камбалу и сказал «камбалу» старое название Пекина. «Я очень уважаю египтян, халдеев, греков, кельтов, браму, быкааписа и прекрасную рыбу оаннеса, оаннеса, может быть, ли или тянь, называйте его как угодно, стоит и ваших быков и рыб». Ли и тянь, китайские слова, которые означают ли, свет, разум, тянь, небо, и употребляются в смысле божество. «Я не стану говорить о моей стране, она велика, как Египет, Халдея и Индия вместе взятые. Не спорю я и о древности происхождения, ибо важно быть счастливым, а древность рода значения не имеет. Что же касается календарей, то должен вам сказать, что во всей Азии приняты наши, и что у нас они были еще до того, как в Халдеи научились арифметике». «Вы все просто невежды», воскликнул грек. «Разве вам не известно, что отец сущего хаос, что форма и материя сделали мир таким, каков он теперь». Грек говорил долго, но его наконец прервал кельт, который, выпив лишнее во время спора, вообразил себя ученей и всех остальных. Он клялся, что только Тей-Тат, да еще Омелла, растущая на дубе, стоит того, чтобы о них говорить, что сам он всегда носит Омеллу в кармане, что скифы его предки были единственным порядочными людьми, когда-либо населявшими землю, что они, правда, иногда ели людей, но, тем не менее, к его нации следует относиться с глубоким уважением и, наконец, что он здорово проучит того, кто вздумает дурно отозваться о Тей-Тате. Тей-Тат – одно из верховных божеств древних галлов. После этого спор разгорелся с новой силой, и сеток начал опасаться, что скоро прольется кровь. Тут поднялся задик, который во время спора хранил молчание, и, обратившись сперва к кельту, как к самому буйному спорщику, сказал ему, что он совершенно прав, и попросил у него Омеллы. Затем он похвалил красноречие грека и постепенно внес успокоение в разгоряченные умы. Катайцу он сказал всего несколько слов, так как тот был рассудительнее остальных. Омелла это растение почиталось древними галлами. В его честь устраивались празднества, обычно в первый день Нового года. Считалось, что Омелла помогает от всех болезней. Скифы его предки так полагали во времена Вольтера. В настоящее время родство скифов с кельтами наукой отвергнуто. В заключение Задик сказал им, друзья мои, вы напрасно спорите, потому что все вы придерживаетесь одного мнения. Это утверждение все бурно отвергли. Не правда ли, сказал Задик Кельту вы поклоняетесь не Омелле, а тому, кто создал ее и дуб? Разумеется, отвечал тот. И вы, господин египтянин, вероятно, почитаете в вашем быке того, кто вообще даровал вам быков? Да, сказал египтянин. Рыба Оаннес, продолжал Задик, должна уступить первенство тому, кто сотворил и море и рыб. Согласен, отвечал Халдей. Индиец, прибавил Задик, и катаяц признают подобно вам некую первопричину, хотя я не совсем понял достойное восхищение мысли, которые излагал здесь грек, но уверен, что и он также признает верховное существо, которому подчинены и форма, и материя. Грек, которым теперь восхищались и остальные, ответил, что Задик отлично понял его мысль. Итак, вы все одного мнения, сказал Задик, и, следовательно, вам не о чем спорить. Все бросились его обнимать. Сеток, очень выгодно продавший свои товары, возвратился с Задигом к себе на родину. Там Задик узнал, что во время его отсутствия он был судим и приговорен к сожжению на медленном огне. Свидание. Во время путешествия Задига в Басору жрецы звезд решили, что его надо покарать. Жрецы звезд, то есть арабские священнослужители. Драгоценные камни и украшения молодых вдов, которых они отправляли на костер, принадлежали им по праву, и им казалось недостаточным даже сжечь Задига за злую шутку, которую он с ними сыграл. Поэтому они обвинили его в еретических взглядах на небесные светила и поклялись, что слышали, как Задиг утверждал, будто звезды не заходят в море. Это ужасающее кощунство привело судей в содрогание. Они едва не разорвали на себя одежды, услышав столь нечестивые слова, и без сомнения сделали бы это, будь у Задига, чем заплатить за них. Теперь же, в припадке скорби, они удовольствовались тем, что присудили его к сожжению на медленном огне. Сеток в отчаянии пустил в ход все свое влияние, чтобы спасти друга, но тщетно. Его вскоре принудили замолчать. Молодая вдова Альмона, обязанная Задигу жизнью и так сильно привязавшаяся к нему, решила спасти его от костра, отвращение к которому он сумел ей внушить. Она обдумала свой план, не говоря о нем никому ни слова. Казнь Задига была назначена на следующее утро, таким образом в ее распоряжении была ночь. И вот что сделала эта великодушная и разумная женщина. Надушившись и надев самый роскошный и самый изящный наряд, придававший ее красоте еще более блеска, она попросила личной аудиенции у верховного жреца звезд. Представ перед этим почтенным старцем, она повела такую речь. Старший сын большой медведицы, брат тельца, двоюродный брат большого пса, таковы были титулы этого духовного лица, я жажду поверить вам свои страхи и сомнения, я очень боюсь, что совершила ужасный грех, не последовав на костер за моим дорогим супругом. В самом деле, что мне было беречь? Это тленное уже увядшее тело. С этими словами она откинула длинные шелковые рукава и обнажила свои прекрасные ослепительно белые руки. Вы видите, на них даже смотреть не стоит, сказала она. Но верховный жрец считал, что напротив очень даже стоит. Его глаза выразили это, а уста подтвердили. Он стал клясться, что в жизни не видал таких пленительных рук. Увы, сказала ему вдова, руки, может быть, еще не так плохи, как остальное, но согласитесь, что о груди совсем уже не стоило жалеть. И она открыла самую соблазнительную грудь, какую когда-либо создавала природа. Розовый бутон на яблоне из слоновой кости в сравнении с ее грудью казался бы мореной на самшите, а свежевымытые ягнята грязно-желтыми. Это грудь, большие черные глаза, томно сиявшие и полные нежной страсти, щеки розовые, как кровь с молоком, нос, нисколько не напоминавший башни горы Ливанской, губы, скрывавшие в своей коралловой оправе великолепный жемчуг Аравийского моря, все это так подействовало на старца, что ему стало казаться, будто он снова двадцатилетний юноша. Башни горы Ливанской в этом описании Вольтер имитирует стиль одной из книг Библии, песни песней, где в частности говорится «Но с твой башни Ливанская, обращенная к Дамаску». Он пролепетал ей нежное признание, видя, как он воспламенился, Альмона стала просить о помиловании Задига. «Увы, прекрасная дама», сказал верховный жрец, «если я и соглашусь, простить его это ни к чему не приведет, так как помилование его должно быть подписано тремя моими собратьями». «Все-таки подпишите», сказала Альмона, охотно отвечал жрец, но с условием, что за мое потворство вы наградите меня вашей благосклонностью. «Вы оказываете мне слишком большую честь», сказала Альмона, «если пожелаете прийти ко мне, когда зайдет солнце и блестящая звезда шит появится на горизонте, вы найдете меня возлежащей на розовой софе и сделаете с вашей служанкой все, что вам заблагорассудится». Она вышла, унося с собой бумагу с его подписью. Старец, томимый любовью и недоверием к своим силам, остаток дня употребил на омовение, выпив напиток, составленный из цейлонской корицы и драгоценных сидорских и тернацких пряностей. Он с нетерпением ожидал появления звезды Шит. Между тем, прекрасная Альмона отправилась ко второму верховному жрецу. Этот стал уверять ее, что солнце, луна и все небесные светила не более, как блуждающие огоньки в сравнении с ее прелестями. Она попросила у него той же милости, а он у нее той же награды. Альмона дала себя победить и назначила свидание второму верховному жрецу при восходе звезды Аль-Джениб. От него она отправилась к третьему и четвертому, получила от каждого подпись и назначила им свидание на восходе других звезд. Возвратившись после того домой, она попросила судей прийти к ней по очень важному делу. Судьи пришли. Она показала им четыре подписи и объяснила, за какую цену жрецы продали помилование Задига. Потом явились жрецы, каждый в назначенное ему время, и очень изумились, застав своих собратьев, а в особенности увидев судей, перед которыми был обнаружен их позор. Задиг был спасен. Сеток же, восхищенный находчивостью Альмоны, женился на ней. Облобызав стопы прекрасной своей избавительницы, Задиг удалился. Расставаясь, они с Сетоком плакали, клялись в вечной дружбе и обещали, что тот из них, кто первым достигнет славы и богатства, известит об этом другого. Задиг направился в сторону Сирии, непрестанно думая о несчастной Астарте и размышляя о судьбе, которая так упорно преследовала его, играя его жизнью. «Как», — говорил он, «я получил четыреста унций золота за то, что видел, как пробежала собака. Я был присужден к смерти через усечение головы за четыре плохих стиха во славу короля». Едва не был задушен, потому что королева носит туфли такого же цвета, как и моя шапка, отдан в рабство за то, что помог женщине, которую избивали и чудом избежал костра, на котором меня хотели сжечь за то, что я спас жизнь всем юным арабским вдовам. Разбойник перед перед этой главой в первом посмертном издании произведений Вольтера были напечатаны главы «Танец» и «Голубые глаза», обнаруженные в бумагах писателя, опубликованные в приложениях к данной книге. Задик добрался до сирийской границы каменистой Аравии. Он ехал мимо укрепленного замка, как вдруг оттуда выскочили вооруженные арабы. Они окружили Задига с криками «Все ваше принадлежит нам, а вы сами нашему господину». Вместо ответа Задик выхватил меч, храбрый слуга последовал его примеру, они уложили на месте первых арабов, поднявших на них руку. Число нападавших удвоилось, но путники не потеряли присутствие духа и решили погибнуть с оружием в руках. Два человека защищались от целой толпы. Такой неравный бой не мог длиться долго. Владелец замка по имени Арбогад, увидав из окна чудеса храбрости, проявленные Задигом, проникся к нему уважением. Он поспешно вышел, разогнал своих людей и освободил обоих путников. «Все, что попадает на мою землю, мое», сказал он, «так же, как и все, что я нахожу на чужих землях, но вы так храбры, что для вас я делаю исключение». Затем он привел Задига в замок, приказав своим людям хорошо обходиться с ним, а вечером пригласил его на ужин. Владелец замка был одним из тех арабов, которых называют ворами, но наряду со множеством дурных поступков он иногда делал и добро. Жадный вор и дерзкий грабитель, он был в то же время неустрашимым воином, щедрым и довольно мягким в обхождении человеком, обжорой за столом, веселым кутилой и, главное, простодушным малым. Ему чрезвычайно понравился Задиг, чья оживленная беседа помогла продлить ужин. Наконец, Арбогад сказал ему. Советую вам поступить ко мне на службу, вы не пожалеете об этом, потому что ремесло мое прибыльно и со временем вы сможете занять не менее высокое положение, чем я. Разрешите вас спросить, сказал Задиг, давно вы занимаетесь вашим благородным ремеслом? В самой ранней юности я был слугою у одного довольно сметливого араба, отвечал тот. Положение мое было невыносимо, я приходил в отчаяние, видя, что на земле, которая одинаково принадлежит всем, судьба ничего не оставила на мою долю. Я поделился своим горем с одним старым арабом, который сказал мне, сын мой, не отчаивайся. Была некогда песчинка, которая печалилась, что она ничто среди песков пустыни. Через несколько лет она стала алмазом и считается теперь лучшим украшением короны индийского царя. Эти слова произвели на меня большое впечатление. Я был песчинкой, но решил сделаться алмазом. Начал я с того, что украл двух лошадей, потом, набрав себе товарищей, стал грабить небольшие караваны. Так я постепенно уничтожил неравенство отношений, существовавшее между мною и остальными людьми. Я получил свою долю из благ мира сего и даже был вознагражден с избытком. Ко мне относятся с большим почтением. Я разбойник вельможа. С помощью оружия я завладел этим замком. Сирийский сатрап хотел отнять его у меня, но я уже был так богат, что ничего не боялся. Я дал денег сатрапу и не только удержал за собой замок, но еще и увеличил свои владения. Он даже назначил меня сборщиком податей, вносимых жителями каменистой Аравии царю царей. Теперь я собираю подати, но не плачу их. Однажды великий Дестерхам Вавилона послал сюда от имени царя Моабдара в некую сатрапешку с приказанием удавить меня, но прежде чем он прибыл со своим поручением, меня уже обо всем известили. Я велел удавить при нем четырех человек, которым поручено было затянуть петлю на моей шее, и затем спросил у него, сколько он должен был заработать на этом деле. Он ответил, что рассчитывал получить до трехсот золотых. Я ему прямо сказал, что у меня он будет зарабатывать гораздо больше. я его назначил моим подручным. Теперь он один из лучших и богатейших моих помощников. Поверьте мне, вы преуспеете не меньше, чем он. Никогда еще не было более благоприятного времени для разбоя, чем теперь, когда Муабдар убит и в Вавилоне царит смута. Как? Муабдар убит? Воскликнул Задик. А что же сталось с царицей Астартой? Не знаю, отвечал Арбогад. Знаю только, что Муабдар сошел с ума, что он убит, что Вавилон стал настоящим разбойничьим вертепом, что государство опустошено, хотя для поживы осталось еще немало, и я не раз делал туда чудесные набеги. Но царица, молил Задик, ради Бога, не знаете ли вы чего-нибудь об ее участи? Мне что-то говорили о гирканском князе, отвечал тот. Если только она не была убита во время стычки, то, вероятно, находится среди его наложниц. Впрочем, меня больше интересует добыча, чем сплетни. Во время моих набегов я захватывал в плен многих женщин, но у себя не оставлял ни одной. Когда они хороши собою, я продаю их за дорогую цену, не спрашивая о том, кто они такие, ведь женщин покупают не за титул, и на безобразную царицу вряд ли найдется охотник. Может быть, я продал царицу Астарту, а может быть, она умерла, но это тоже нет основания беспокоиться о ней. Говоря это, он пил так усердно и говорил так несвязно, что ничего определенного Задик не узнал. Он неподвижно сидел, подавленный и угнетенный. Арбогат не переставал пить и рассказывать разной басне, беспрерывно повторяя, что он счастливейший из людей и уговаривая Задика сделаться таким же счастливцем. Наконец, одурманенный вином, он спокойно отправился спать. Задик провел ночь в сильнейшем волнении, и так, говорил он себе, царь сошел с ума, убит. Я не могу не пожалеть о нем. Государство разорено, а этот разбойник счастлив. О, рок, о, судьба! Вор счастлив, одно из прекраснейших созданий природы погибло, может быть, самым ужасным образом, или живет жизнью, которая хуже смерти. О, Астарта, что осталось с вами? Едва наступил день, как он стал расспрашивать всех обитателей замка, но все были заняты, и никто ему не отвечал. Они делили добычу после ночного грабежа. Единственное, чего он мог добиться в этой суматохе, это разрешение уехать. Он не замедлил им воспользоваться более, чем когда-либо погруженный в грустные думы. В волнении и беспокойстве совершал свой путь задик, не переставая думать о несчастной Астарте, о царе Вавилона, о верном Кодоре, о счастливом разбойнике Арбогаде, о своенравной женщине, похищенной вавилонянами на границе Египта и, наконец, о всех пережитых им горестях и бедствиях. Рыбак Все еще не переставая оплакивать свою судьбу и считать себя воплощением человеческого несчастья, задик добрался до речки в нескольких милях от замка Арбогада. На берегу лежал рыбак. Обратив глаза к небу, он держал в ослабевшей руке рыбачьи сети, которые, видимо, забыл забросить. «Есть ли в мире человек несчастнее меня?» говорил рыбак. «Я был по всеобщему признанию самым преуспевающим из вавилонских торговцев сливочными сырами и разорился. У меня была красавица-жена, и она изменила мне. Ветхий домишко, которым я еще владел, и тот на моих глазах был разграблен и разрушен. Теперь я живу в шалаше. Единственное мое пропитание рыбная ловля, но рыба совсем перестала ловиться. О, мои сети, я не брошу вас больше в воду, я сам туда брошусь». И с этими словами он встал и направился к реке с решимостью человека, который хочет броситься в воду и положить конец своей жизни. «Что я вижу?» удивился Задиг. «Значит, есть люди такие же несчастные, как я». Едва промелькнула в его уме эта мысль, как его охватило горячее желание спасти жизнь рыбаку. Подбежав к нему, Задиг остановил его и, полный сердечного участия, стал расспрашивать и утешать. Говорят, что при виде чужого горя люди чувствуют себя менее несчастными. По мнению Зараастра, дело тут не в себелюбии, а во внутренней потребности. К несчастному человека влечет в таких случаях сходство положений. Радость счастливца была бы оскорбительной, а двое несчастных, как два слабых деревца, которые, опираясь друг на друга, противостоят буре. «Почему вы даете горю одолеть себя?» спросил Задиг у рыбака. «Потому что не вижу никакого выхода для себя», ответил тот. «Я был самым уважаемым лицом в деревне Дерльбак, в окрестностях Вавилона, и изготовлял с помощью моей жены лучшие сливочные сыры во всем государстве. Царица Астарта и знаменитый министр Задиг их очень любили. Я продал им шестьсот сыров. Однажды я отправился в Вавилон, хотел получить за них деньги, и вдруг узнаю, что царица Астарта и Задиг исчезли. Я побежал в дом к господину Задигу, которого до того времени никогда не видел, и нашел там полицейских великого Дестерхама, которые, запавшись царским приказом, на законном основании и соблюдением порядка грабили его дом. Я помчался на кухню царицы, там одни царские повара говорили, что она умерла, другие, что она в тюрьме, третьи клялись, что она бежала, но все в один голос утверждали, что за сыры мне ничего не заплатят. Я пошел с женой к господину Оркану, который тоже был одним из моих постоянных покупателей. Мы попросили его оказать нам поддержку в нашем несчастье. Он оказал поддержку моей жене, а мне отказал. Она была белее сливочных сыров, от которых пошли все мои беды, и даже тирский пурпур, не ярче румянца, оживлявшего белизну ее лица. Поэтому Оркан оставил ее у себя, меня выгнал. Я написал моей милой жене отчаянное письмо, а она сказала посыльному, ах, да, я знаю, кто это пишет, я слышала, что он мастер делать сливочные сыры, пусть пришлет мне сыру, я ему заплачу. С горя я решил обратиться к правосудию. У меня оставалось шесть унций золота, две из них пришлось отдать законнику, с которым я советовался две стряпчему, взявшемуся вести мое дело, и две секретарю главного судьи. Но мое дело так и не началось, а я издержал больше, чем стоили и сыры, и жена вместе взятые. Тогда я возвратился к себе в деревню с намерением продать дом, чтобы вернуть жену. Мой дом стоил добрых шестьдесят унций золота, но все видели, что я беден, и мне надо поскорей продать его. Первый, к кому я обратился, предложил мне за него тридцать унций, второй двадцать, а третий десять. Я до такой степени был ослеплен горем, что готов уже был согласиться, как вдруг гирканский князь торгся в Вавилон и на своем пути предал все огню и мечу. Мой дом был сперва разграблен, а потом сожжен. Потеряв таким образом деньги, жену и дом, я удалился в эту местность, где вы меня теперь видите. Я попытался заработать себе на хлеб насущной рыбной ловлей, но рыбы издеваются надо мной, как люди. Ничего у меня не ловится, я умираю с голоду. Не будь вас, мой высокопоставленный утешитель, я бросился бы в реку. Рыбак рассказал все это не сразу, потому что задиг вне себя от волнения прерывал его на каждом слове. Значит, вам ничего не известно об участи царицы? Нет, господин мой, отвечал рыбак, я знаю только, что царицы и задиг не заплатили мне за сливочные сыры, что у меня отняли жену и что я в отчаянии. Я убежден, сказал задиг, ваши деньги не пропадут. Мне говорили об этом задиге, что он честный человек, если только он вернется в Вавилон, как он надеется, то возместит вам с избытком все, что должен. Что же касается вашей жены, которая не так честна, как задиг, то вряд ли вам стоит добиваться ее возвращения. Послушайтесь меня, отправляйтесь в Вавилон, я там буду раньше вас, так как еду верхом, а вы пойдете пешком. Обратитесь к прославленному Кодору, скажите ему, что встретили его друга и ожидайте меня у него, ступайте. Авось вы не всегда будете так несчастны. О, могущественный Орамазд, продолжал он, ты избрал меня, дабы я утешил этого человека, но кого ты изберешь, дабы утешить меня? С этими словами он отдал половину всех денег, что вывез из Аравии рыбаку, и тот потрясенный и счастливый облобызал ноги другу Кодора, повторяя «Вы мой ангел спаситель». Между тем Задиг продолжал расспрашивать его о Вавилоне и из глаз его лились слезы. «Что же это, господин мой?» воскликнул рыбак. «Неужели и вы тоже несчастны? Вы делающие столько добра?» «Вос Тарас несчастнее тебя», отвечал Задиг. «Возможно ли», продолжал недоумевать простак, чтобы дающий был несчастнее берущего? «Дело в том», отвечал Задиг, «что твое главное несчастье заключается в нужде, а виною моих бед мое же собственное сердце». «Не отнял ли у вас Оркан жену?» спросил рыбак. Это напомнило Задигу его злоключение, и он перебрал в уме все свои беды, начиная с царицыной суки и кончая встречи с Арбогадом. «Да», сказал он рыбаку, «Оркан заслуживает наказание, но как раз такие люди и пользуются обычно благосклонностью судьбы, как бы то ни было, иди к господину Кодору и жди у него». Они расстались, рыбак шел, благословляя судьбу, а Задиг ехал, сетуя на нее. Василиск Подъехав к прекрасному лугу, Задиг увидел на нем женщин, которые что-то усердно искали. Он решился спросить у одной из них, не может ли он помочь им в поисках. «Боже, вас сохрани», отвечала Сириянка, «к тому, что мы ищем, могут прикасаться одни только женщины». «Это очень странно», сказал Задиг. «Осмелюсь ли задать вам вопрос, что это за вещь, к которой могут прикасаться одни только женщины?» «Это Василиск», отвечала она. «Василиск, сударыня, «А для чего, скажите на милость, вы ищете Василиска?» «Для нашего государя-повелителя Огула, дворец которого вы видите вон там, на берегу реки, по ту сторону луга. Мы его покорные рабыни, господин Огул болен, врач приказал ему съесть Василиска, сваренного в розовой воде, а так как это очень редкое животное и дается в руки только женщинам, то господин Огул обещал сделать ту из нас, которая принесет ему Василиска, любимой своей женою. Будьте же, добры, не мешайте мне искать, потому что, понимаете сами, сколько я потеряю, если мои подруги меня опередят». Задиг не стал больше мешать Сирианке и ее подругам искать Василиска и продолжал свой путь. Подъехав к небольшому ручью, он увидел женщину, лежавшую на траве и ничего не искавшую. Облик ее был величествен, лицо скрыто покрывалом. Она наклонилась к ручью, тяжелые вздохи вырывались из ее груди. В руке она сжимала палочку и чертила ею буквы на прибрежном песке, отделявшем траву от ручья. Задиг полюбопытствовал взглянуть, что пишет эта женщина. Он подошел поближе и увидел сначала букву З, потом А. Это его очень удивило. Потом появилось Д. Он вздрогнул. Удивлению его не было предела, когда он увидел две последние буквы своего имени. Несколько минут он оставался недвижим, потом проговорил прерывающимся голосом. Благородная дама, простите незнакомцу гонимому судьбой, что он осмеливается спросить вас, по какому удивительному случаю ваша божественная рука начертала здесь имя Задига? Услыхав голос Задига и его слова, женщина дрожащей рукой приподняла покрывало, взглянула на Задига и спустила крик удивления и любви и радости и, не выдержав столь сильных чувств, разом овладевших ею, упала без памяти в его объятия. То была Астарта, царица Вавилонская, та самая, которую Задиг обожал, не переставая упрекать себя за это, та самая Астарта, которая стоила ему стольких слез, и за участь которой он так тревожился. На мгновение он сам лишился сознания, но когда глаза его встретились с томным взором Астарты, полным смущения и нежности, он воскликнул, «О, всемогущие боги, вы, которые управляете судьбой слабых смертных, уже ли вы наконец возвращаете мне Астарту? И где, в какое время, при каких обстоятельствах я вновь ее обретаю?» С этими словами он опустился на колени перед царицей Вавилонской и приник лбом к праху у ее ног. Она подняла его и посадила рядом с собой на берегу ручья. Астарта то и дело вытирала глаза, на которые беспрестанно набегали радостные слезы, начинала говорить, но рыдание прерывали ее, принималась расспрашивать о том, какой случай свел их вместе и, не давая ему ответить, задавала новые вопросы, рассказывала о своих бедах и в то же время требовала, чтобы Задик поделился с нею своими. Когда оба немного успокоились, Задик в нескольких словах поведал ей, какие злоключения привели его на этот луг. Но несчастная и достойная царица, как вы оказались здесь, в этой глуши, в одежде рабыни, среди других рабынь, ищущих Василиска, которого нужно сварить в розовой воде по преданию врача? «Пока не ищут Василиска», сказала прекрасная Астарта, «я расскажу вам все, что я вытерпела, и что теперь прощаю небесам, ибо они все же позволили мне вновь свидеться с вами. Как вы знаете, царю моему супругу не нравилось, что вы были самым приятным человеком при дворе, и потому он однажды ночью решил удавить вас и отравить меня. Вы также знаете, что небо помогло моему немому карлику известить меня о приказе его величества. Верный Кадор, заставив вас исполнить мою волю и уехать, глухой ночью решился пробраться по тайным ходам ко мне и насильно увел меня в храм Ромазда. Там его брат маг спрятал меня в колоссальную статую, которая своим основанием касалась пола, а головою сводов храма. В ней я была как в могиле, но мне прислуживал сам маг, и я ни в чем не нуждалась. Между тем на рассвете аптекарь его величества вошел в мою комнату с напитком, составленным из белины, опиума, цикуты, чимирицы и аконита, а к вам в это же время был послан один из царских телохранителей с припрятанным голубым шелковым шнурком. Но ни тот, ни другой не нашли своих жертв. Кадор, чтобы лучше обмануть царя, решил выступить перед ним нашим обвинителем. Он сказал, что вы бежали в Индию, а я скрылась в Мемфис. За мной и за вами была послана погоня. Гонцы, отправленные за мной, не знали меня в лицо, так как я почти никому не показывалась, кроме вас, и то только в присутствии моего супруга и по его приказанию. Им описали меня, и они пустились в путь. На египетской границе они увидели женщину одного со мной роста, но, может быть, более привлекательную. Она была в слезах, вне себя от горя. Не сомневаясь, что это царица вавилонская, они привели ее к Муабдару. Их ошибка сперва разгневала царя, но, вскоре рассмотрев эту женщину поближе, он нашел ее очень красивой и утешился. Ее звали Мисуфа. Я узнала потом, что на египетском языке это имя означает прекрасная капризница, и действительно она вполне заслуживала свое прозвище, но ловкость ей была присуща не менее, чем своенравность. Мисуфа понравилась Муабдару и покорила его до такой степени, что он сделал ее своей женой. Тогда-то ее нрав и проявился полностью. Она требовала исполнения всех безумных прихотей, какие только приходили ей в голову. Однажды она пожелала, чтобы верховный маг, старый и больной подагрой, плясал перед нею. И когда он отказался, начала его жестоко преследовать. Потом она приказала главному конюшему испечь ей пирог с вареньем. Сколько тот не уверял ее, что он не пирожник, все-таки ему пришлось испечь пирог, и его прогнали за то, что пирог пригорел. На место конюшева она назначила своего карлика, а на место канцлера пажа. Так управляла она Вавилоном. Все стали жалеть обо мне. Царь, который был довольно здравым человеком, до той поры пока не вздумал отравить меня и удавить вас, утопил, казалось, свои добродетели в чудовищной страсти к прекрасной капризнице. Он пришел в храм в великий день священного огня. Я слышала, как он молился за Мисуфу у подножия той статуи, в которой я была спрятана. Громким голосом крикнула я ему, «Боги отвергают молитвы царя, ставшего тираном, царя, который хотел умертвить благоразумную жену, чтобы жениться на сумасбродке!» Муабдар был до того поражен этими словами, что ум его помутился. Моего приговора и тирании Мисуфы оказалось достаточно, чтобы он потерял рассудок. Он сошел с ума через несколько дней. Его безумие, сочтенное вавилонянами за небесную кару, послужило сигналом к возмущению. Народ восстал и взялся за оружие. Вавилон с давних пор, погруженный в праздную негу, был охвачен страшной междоусобицей. Меня выпустили из моей статуи и поставили во главе одной из двух борющихся партий. Кадор помчался за вами в Мемфис. Между тем, князь Герканский, узнав об этих роковых происшествиях, привел с собой и третью партию, свою армию. Он атаковал царя, который вместе со своей сумасбродной египтянкой попытался дать ему отпор, пронзенный неприятельскими копьями, Муабдар погиб, а Мисуфа попала в руки победителя. К своему несчастью, я тоже была захвачена герканцами, и меня доставили к князю одновременно с Мисуфой. Вам, без сомнения, лестно будет услышать, что он нашел меня красивее египтянки, но зато вас огорчит, что он предназначил меня для своего гарема. Он очень решительно сказал, что придет ко мне сразу по окончании предпринятой им военной экспедиции. Можете себе представить, в каком я была отчаянии. Мои узы с Муабдаром были разорваны, я могла принадлежать задигу, а между тем попала во власть к этому варвару. Я отвечала ему с гордостью, внушенной мне моим саном и моими чувствами. Я часто слышала, что особом моего ранга небо дарует то величие, которое одним словом, одним взглядом внушает безумцам, осмелившимся забыться, самое глубокое почтение. Я говорила, как царица, но со мной обошлись, как со служанкой. Герканец, не удостоив меня даже словом, сказал своему черному евнуху, что я дерзка, но на его взгляд хороша собой. Он приказал ему обходиться со мной, как положено, с фаворитками, холить или леять меня, чтобы оживить цвет моего лица и чтобы я стала более достойной его милости в тот день, когда он пожелает почтить меня мягею. Я ему сказала, что убью себя. Он отвечал мне со смехом, что из-за этого женщины себя не убивают, что он привык к таким угрозам и ушел от меня с видом человека, который раздобыл попугая для своего птичника. Достойное положение для величайшей на земле царицы и, более того, для сердца, принадлежащего Задигу. При этих словах Задиг бросился к ее ногам и оросил их слезами. Астарта нежно подняла его и продолжала «Итак, я оказалась добычей варвара и соперницей сумасбродной женщины, вместе с которой была заключена. Она рассказала мне о своем приключении в Египте. По ее описанию, по времени, по верблюду и по всем остальным обстоятельствам я догадалась, что за нее бился Задиг. Я не сомневалась в том, что вы находитесь в Мемфисе и решилась бежать туда. «Прекрасная мисс Уфа», сказала я ей, «у вас куда более веселый нрав, чем у меня, и вы сможете лучше развлечь герканского князя. Помогите мне бежать, и вы одна будете им править. Вы осчастливите меня и в то же время избавитесь от соперницы». Мисс Уфа согласилась, и я тайно бежала с рабой египтянкой. Я приближалась уже к Аравии, как вдруг знаменитый разбойник по имени Арбогад захватил меня в плен и продал купцам, которые привели меня в замок, где живет господин Огул. Он купил меня, не зная, кто я такая. Это великий чревоугодник, который думает только о том, чтобы хорошо покушать, и считает, что Бог создал его лишь для того, чтобы наслаждаться едой. Он так толст, что ему постоянно грозит опасность задохнуться. Врач, который его пользует, не имеет на него никакого влияния, когда желудок его в исправности и деспотически управляет им, когда Огул объестся. Он то и убедил Огула, что вылечить его можно только Василиском с Варином в розовой воде. Огул обещал свою руку той невольнице, которая принесет ему Василиска. Как видите, я не спешу оспаривать у них эту честь, особенно с той минуты, как небеса даровали мне встречу с вами. И тут Астарта и Задик сказали друг другу все, что внушают благородным и страстным сердцам долго скрываемые чувства, нежная любовь и перенесенные бедствия, и духи, покровительствующие влюбленным, передали их слова самой Венере. Женщины возвратились к Огулу с пустыми руками. Задик также явился к нему и сказал следующее. Да снизойдет с небес бессмертное здоровье, чтобы заботиться о днях ваших. Я врач. Узнав о вашей болезни, я поспешил к вам и принес Василиска сваренного в розовой воде. Я, конечно, не собираюсь выйти за вас замуж и потому прошу вас только об одном. Отпустите на волю молодую рабыню вавилонянку, которую недавно привели к вам. Если я не буду иметь счастье вылечить прославленного господина Огула, пусть он оставит меня рабом у себя вместо нее. Предложение было принято, а Старта отправилась в Вавилон со слугою Задига, обещав тотчас же прислать к нему гонца и известить его обо всем, что там произойдет. Их прощание было столь же нежно, как и встреча. Минута, когда люди обретают друг друга, и минута, когда расстаются две значительнейших эпохи в жизни человека, говорит великая книга Зенд. Задиг клялся царице в любви, и каждое его слово было правдой, а царица даже не могла выразить, как сильна ее любовь к Задигу. Между тем, Задиг сказал Огулу, повелитель моего Василиска есть нельзя, его целебная сила должна проникнуть в вас через споры. Я зашил его в бурдючок и с тонкой кожи, надутой воздухом. Вы должны изо всех сил бросать его мне, а я буду бросать его вам обратно и через несколько дней вы увидите, как могущественно мое искусство. В первый день Огул задыхался, ему казалось, что он умрет от усталости, на другой день он устал уже меньше и спал лучше. Через неделю к нему вернулись его прежняя сила, здоровье, легкость и веселое расположение духа, словно он опять переживал лучшую пору своей жизни. «Вы играли в мяч и были воздержаны в пище и питье», сказал ему Задик. «Узнайте же, что Василиска в природе не существует, что здоровыми бывают только люди воздержанные и деятельные, и что возможность совместить неумеренность со здоровьем такая же химера, как философский камень, астрология и богословие магов». Этот эпизод перекликается с одной из сказок «Тысячи и одной ночи», ночи с одиннадцатой по тринадцатую. Старший врач Огула, видя, как этот человек опасен для медицины, сговорился с придворным аптекарем отправить Задига искать Василиска на том свете. Таким образом, Задиг, который всеми несчастьями обязан был своим добрым делам, и тут едва не погиб за то, что вылечил вельможного обжору. Его пригласили на великолепный обед и собирались отравить вторым блюдом, но он еще не доел первого, когда ему доложили о гонце от Астарты. Задиг встал из-за стола и уехал. Кто любим прекрасной женщиной, говорил великий Зараастр, тот всегда вывернется из беды на этом свете. Поединки царица была принята в Вавилоне с тем восторгом, с каким всегда встречают прекрасных государынь, изведавших превратности судьбы. В городе стало спокойнее, князь Герканский был убит в сражении. Вавилоняне, одержав победу, объявили, что Астарта выйдет замуж за того, кого они изберут царем, но они не желали чтобы высочайший в мире сан, сан царя Вавилонского и мужа Астарты зависел от интриг и козней. Они поклялись посадить на престол самого храброго и самого мудрого из претендентов. Для этого в нескольких милях от города устроили обширное ресталище и окружили его великолепно разукрашенным амфитеатром. Претендентам надлежало явиться туда в полном боевом убранстве. Каждому было отведено отдельное помещение позади амфитеатра, где никто не мог бы ни увидеть его, ни поговорить с ним. Им предстояло четырежды сразиться на копьях. Те, кому удалось бы победить четырех соперников, должны были потом сразиться друг с другом, оставшиеся последним на поле сражения и будет победителем турнира. Четыре дня спустя он должен снова предстать в том же вооружении перед магами и разгадать предложенные ими загадки. Если он не разгадает загадок, то не сможет быть избран царем, и состязание начнется снова и продолжится до тех пор, пока не сыщется человек, который одержит победу в обоих турнирах. Вавилоняне непременно хотели избрать царем не только самого храброго, но и мудрейшего. Царица в это время должна была находиться под строгим надзором. Ей дозволялось присутствовать на турнирах, но только при условии, что лицо ее будет скрыто покрывалом, и она не станет говорить ни с кем из претендентов, дабы устранить возможность пристрастия и несправедливости. Описывая этот своеобразный конкурс, Вольтер во многом следовал за Ариосто неистовый Роланд песнь 17-я, который рассказал о военном состязании в Дамаске, то есть на Ближнем Востоке, в духе европейских рыцарских турниров. Об этом-то и извещала старта своего возлюбленного выражая надежду, что ради нее он постарается быть и самым мужественным, и самым мудрым. Задик пустился в путь, прося Венеру укрепить его мужество и просветить ум. Прибыв на берег Ефрата, накануне Великого Дня, он вписал свой девиз в список девизов других рыцарей, скрывая, согласно предписанию, свое лицо и имя, и затем отправился отдохнуть в отведенное ему помещение. Его друг Кодор, возвратившийся в Вавилон после тщетных розысков в Египте, распорядился передать ему снаряжение, присланное царицей, а от себя прибавил великолепного персидского коня. Задик понял, что все это дары Астарты, и мужество его удвоилось, а любовь преисполнилась новыми упованиями. На следующий день, когда Туся уселась под балдахином, украшенным драгоценными камнями, а вавилонские дамы, вельможи и горожане заняли места в амфитеатре, соперники появились на ресталище. Каждый положил свой девиз к ногам великого мага, бросили жребий. Девиз Задига оказался последним. Первым выступил на арену некий богатый вельможа по имени Итобад. Человек суетный, не блиставший храбростью, неуклюжий и недалекий. Челядь убедила Итобада, что он непременно должен стать царем, и он все время повторял, да, такой человек, как я, создан, чтобы царствовать. Он был вооружен с головы до ног, его золотые доспехи блистали зеленой эмалью, на шлеме развивались зеленые перья, копье украшали зеленые ленты, уже потому, как Итобад сидел на лошади. Все сразу поняли, что скиптор Вавилона небо предназначило не ему. Первый противник вышиб его из седла, второй опрокинул вверх тормашками на круп лошади. Итобад опять сел в седло, но так неловко, что весь амфитеатр стал хохотать. Третий противник даже не счел нужным пустить в ход копье. Увернувшись от нападения, он схватил Итобада за правую ногу и, заставив описать в воздухе дугу, бросил на песок. Оруженосцы, смеясь, подбежали к нему и снова посадили в седло. Четвертый рыцарь, взяв его за левую ногу, тоже бросил на песок, но уже в другую сторону, когда под общий свист Итобада вели в помещение, где по правилам ему предстояло провести ночь, он еле тащился, но все-таки повторял «Как не повезло такому человеку, как я!» Другие рыцари лучше справились со своей задачей, некоторые победили двух противников подряд, иные даже трех, но четырех победил один только князь О-Там. Наконец наступил черед Задига, он с необычайной ловкостью выбил из седла четырех рыцарей подряд. Теперь все зависело от того, кто из двоих выйдет победителем, О-Там или Задиг. На первом вооружении было голубое с золотой насечкой и голубые перья на шлеме, доспехи Задига сверкали белизной. Зрители разделились на две партии. Одни желали успеха голубому рыцарю, другие белому. Царица с замиранием сердца молила небо за белый цвет. Бойцы нападали и увертывались с такой ловкостью, наносили друг другу такие искусные удары копьем и так крепко держались в седле, что всем, за исключением царицы, хотелось возвести на престол одновременно двух царей. Наконец, когда кони устали, окопья сломались, Задиг пустил в ход хитрость. Он подъехал к голубому рыцарю сзади, вскочил на круп его коня и, схватив соперника поперек туловища, кинул его на арену, затем, усевшись в седло, стал горцевать вокруг распростертого отама. Все зрители закричали «Победа за белым рыцарем», тут о там в бешенстве вскакивает и хватается за меч, Задиг спрыгивает с коня и тоже обнажает меч, и вот они снова сражаются и силой и ловкость поочередно торжествуют. Перья их шлемов, бляхи наручей, кольца панцирей разлетаются под градом стремительных ударов, рыцари колют и рубят направо и налево, целясь то в голову, то в грудь, отступают, сходятся, примериваются друг к другу, снова сходятся, схватываются, извиваются, словно змеи, нападают, словно львы. От наносимых ударов снопами сыплются искры, но вот Задиг, собравшись с силами, останавливается, делает ложный выпад, потом повергает противника на земь и обезоруживает его. «О, белый рыцарь!» восклицает «О, там вам царствовать в Вавилоне!» Царица была вне себя от радости. Белого и голубого рыцарей согласно установленному порядку отвели каждого в его помещение, так же, как и остальных претендентов. Принесли пищу и прислуживали им немые рабы. Легко догадаться, что Задигу прислуживал карлик царицы. Потом им дали выспаться в одиночестве до следующего утра, то есть до того времени, когда победитель должен был представить свой девиз великому магу и назвать себя. Задиг, хотя и был влюблен, спал от усталости мертвым сном. Но Итабад, чья коморка была рядом, совсем не спал. Он встал ночью, вошел к Задигу и, взяв его белое вооружение с девизом Задига, положил вместо него свое зеленое. На рассвете он пошел к великому магу и гордо объявил, что победителем был не кто-нибудь, а такой человек, как он. Это было полной неожиданностью для всех, однако его провозгласили победителем. Задиг между тем продолжал спать, изумленная и повергнутая в отчаяние Астарта вернулась в Вавилон. К тому времени, когда Задиг проснулся, амфитеатр был уже почти пуст. Задиг стал искать свое вооружение, но нашел только зеленые доспехи, которые ему и пришлось надеть, ибо ничего другого не было. Недоумевая и негодуя, облачился он в них и в этом наряде явился на арену. Все оставшиеся в амфитеатре и в цирке встретили его свистом. Его окружили со всех сторон и осыпали оскорбительными насмешками. Никогда еще человек не испытывал подобного унижения. Наконец Задиг, потеряв терпение, с саблей в руках заставил обидчиков разбежаться, но он не знал, что ему предпринять. Он не мог увидеться с царицей, не мог потребовать, чтобы ему вернули белое вооружение, которое она ему прислала, потому что это значило бы ее скомпрометировать. Таким образом, в то время, как она предавалась печали, он был в ярости и смятении. Перебирая в уме все свои неудачи, начиная со злоключения с женщиной, ненавидевшей кривых, и кончая пропажу вооружение, он одиноко шел по берегу Ефрата и думал, что родился под несчастливой звездой, обрекавшей его на безвыходные страдания. Вот что значит, говорил он себе, проснуться слишком поздно, если бы я меньше спал, я был бы царем вавилонским и мужем Астарты. Мои знания, честность, мужество постоянно приносили мне только несчастье. Он стал даже роптать на провидение и готов был поверить, что миром управляет жестокий рок, который угнетает добродетельных людей и покровительствует негодяям. Огорчало его и то, что он вынужден был носить зеленые доспехи, навлекшие на него столько насмешек. Он продал их за бесценок проезжавшему мимо купцу и купил у него халат и высокую шапку. В этом наряде он продолжал идти берегом Ефрата и полное отчаяние клял в душе провидение, которое неустанно его преследовало. Отшельник Враг Вольтера, литературный критик Фрерон 1718-1776 год обвинил писателя в плагиате, утверждая, что сюжет этой главы заимствован из одноименной поэмы английского поэта Томаса Парнелла, изданной в 1721 году. Однако эти придирки были совершенно необоснованы. Прославление уединенных жизней встречается в большом числе литературных и философских текстов древности, начиная с Корана. Сюжет этой главы задига ближе всего к одному из рассказов средневекового латинского сборника «Римские деяния». Дорогой он встретил отшельника с почтенной седой бородой, доходившей тому до пояса. Старец держал в руках книгу и внимательно ее читал. Остановившись, задиг отвесил ему глубокий поклон. Отшельник приветствовал его с таким достоинством и кротостью, что задига охватило желание побеседовать с ним. Он спросил, какую книгу тот читает. «Это книга судеб», сказал отшельник. «Не хотите ли почитать?» Задиг взял у него книгу, но, несмотря на то, что знал много языков, не смог прочесть ни единого слова. Это лишь разожгло его любопытство. «Мне кажется, вы чем-то очень опечалены», сказал старик. «Увы, я имею на то много причин», ответил задиг. «Если позволите вам сопутствовать», продолжал тот, «вы, быть может, не пожалеете об этом. Мне удавалось иногда влить бальзам утешения в души несчастных». Задиг почувствовал глубокое уважение к облику, бороде и книге отшельника. В его словах заключалась как будто высокая мудрость. Отшельник говорил о судьбе, справедливости, нравственности, высшем благе, человеческой слабости, добродетелях и пороках с таким живым и трогательным красноречием, что задиг ощутил непреоборимое влечение к нему. Он стал настоятельно упрашивать старика не оставлять его до возвращения в Вавилон. «Я сам хотел просить вас об этом, как о милости», сказал отшельник. «Поклянитесь мне, аромаздам, не покидать меня несколько дней, что бы я в это время не делал». Задиг поклялся, и они уже вместе продолжали путь. Вечером путники подошли к великолепному замку. Отшельник попросил гостеприимства для себя и своего молодого друга. Привратник, похожий скорее на знатного барина, впустил их с видом презрительного снисхождения и провел к дворецкому, который показал им роскошные комнаты хозяина. За ужином их посадили в конце стола, и владелец замка не удостоил их даже взглядом. Однако их накормили столь же изысканно и обильно, как и остальных. Для умывания им подали золотой таз, украшенный изумрудами и рубинами, спать их уложили в прекрасном покое, а на другое утро слуга принес каждому из них по золотому, после чего обоих отправили на все четыре стороны. «Хозяин дома», сказал задик дорогой, «кажется мне человеком гордым, но великодушным. Гостеприимство его исполнено благородство». Говоря это, он заметил, что с ума отшельника чем-то битком набита и краем глазу увидел в ней украденный старцем золотой таз. Задик был поражен тем, что старец его украл, но не решился ничего сказать. Около полудня отшельник подошел к небольшому домику, в котором жил богатый скряга, и попросил у него гостеприимства на несколько часов. Старый, одетый в поношное платье слуга, принял их грубо, отвел на конюшню и принес им туда несколько гнилых оливок, черствового хлеба и прокисшего пива. Отшельник ел и пил с не меньшим удовольствием, чем накануне, потом обратился к старому слуге, смотревшему в оба, чтобы они чего-нибудь не украли, и, торопившему их уйти, дал ему два золотых, полученных утром, и поблагодарил его за оказанное внимание. «Прошу вас, позвольте мне поговорить с вашим господином», сказал он в заключение. Удивленный слуга отвел их к хозяину. «Великодушный господин», сказал отшельник, «я могу лишь очень скромно отблагодарить вас за ваше благородное гостеприимство, соблаговолите принять этот золотой таз, как слабый знак моей признательности. Скупец чуть не упал наземь, не дав ему времени прийти в себя, отшельник поспешно удалился со своим молодым спутником. «Отец мой», спросил его задиг, «как объяснить все то, что я вижу? Вы совсем не похожи на других людей. Вы крадете золотой таз, украшенный драгоценными камнями у вельможи, оказавшего вам великолепный прием и отдаете его скряге, который принял вас самым недостойным образом». «Сын мой», отвечал старик, «этот гордец, принимающий странников из одного только тщеславия и желания похвастать своими богатствами, станет разумнее, а скряга научится оказывать гостеприимство. Не удивляйтесь ничему и следуйте за мной». Задиг не мог понять, с кем он имеет дело, в безрассуднейшем или мудрейшем их смертных, но отшельник говорил так властно, что у Задига, связанного к тому же клятвой, не хватало духа покинуть его. Вечером они пришли к небольшому идящной архитектуре, но скромному дому, в котором не было ничего ни от расточительности, ни от скупости. Хозяином оказался философ, который, удалившись от света, целиком поквятил себя занятием добродетельным и мудрым, и, несмотря на это, нисколько не скучал. Он с радостью построил это убежище, где принимал чужестранцев с достоинством чуждым тщеславия. Он сам встретил обоих путешественников и, прежде всего, повел их отдохнуть в уютный покой, а немного погодя пригласил к опрятно и вкусно приготовленному ужину, во время которого сдержанно говорил о последних событиях в Вавилоне. Он, видимо, был искренне предан царице и считал, что было бы очень хорошо, если бы на арену в качестве претендента на корону вышел из-за диг. Но люди, прибавил он, не заслуживают такого государя. Эти слова заставили задига покраснеть и еще сильнее почувствовать свои несчастья. В ходе беседы сотропезники единодушно признали, что события в этом мире не всегда происходят так, как того желали бы наиболее разумные из людей. Но отшельник все время утверждал, что никто не знает путей проведения и что люди неправы, когда берутся судить о целом по ничтожным крупицам, доступным их пониманию. Заговорили о страстях. «Как они губительны!» воскликнул задиг. «Страсти это ветры, надувающие паруса корабля», возразил отшельник. «Иногда они его топят, но без них он не мог бы плавать. Желчь делает человека раздражительным и больным, но без желчи человек не мог бы жить. Все на свете опасно и все необходимо». Заговорили о наслаждении, и отшельник стал доказывать, что наслаждение дар божества. Ибо, сказал он, человек не может сам себе давать ни ощущений, ни идей. Все это он получает. Печали и удовольствие приходят к нему извне, равно как и сама жизнь. Задик удивился, как этот человек, делавший столь сумасбродные вещи, может так здраво рассуждать. Наконец, после беседы и поучительной и приятной, хозяин проводил обоих путешественников в отведенный для них покой, благословляя небо, пославшее ему столь мудрых и добродетельных гостей. Он с такой непринужденностью и благородством предложил им денег, что они не могли этим оскорбиться. Отшельник от денег отказался и сказал, что хочет проститься с ним, так как еще до рассвета намерен отправиться в Вавилон. Попрощались они очень тепло, особенно был растроган Задик, который проникся уважением и симпатией к этому достойному человеку. Когда отшельник и Задик остались в приготовленном для них покое, они долго восхваляли хозяина. На рассвете старец разбудил своего спутника. Пора отправляться, сказал он ему. Пока все спят, я хочу оставить этому человеку свидетельство своего уважения и преданности. И с этими словами он взял факел и поджег дом. Задик в ужасе вскрикнул и попытался помешать ему совершить столь ужасное дело, но отшельник со сверхъестественной силой повлек его за собой. Дом был весь в огне. Отшельник, уже далеко отошедший с Задиком, спокойно смотрел на пожар. «Хвала Богу», сказал он, «дом нашего хозяина разрушен до основания счастливец». При этих словах Задигу захотелось одновременно и рассмеяться, и наговорить дерзости почтенному старцу, и прибить его, и убежать от него. Но ничего этого он не сделал, и против воли, повинуясь обаянию отшельника, покорно пошел за ним к последнему ночлегу. Они пришли к одной милосердной и добродетельной вдове, у которой был четырнадцатилетний племянник, прекрасный юноша, ее единственная надежда. Вдова приняла их со всем возможным гостеприимством. На другой день она велела племяннику проводить гостей до моста, который недавно провалился и стал опасен для пешеходов. Услужливый юноша шел впереди. Когда они взошли на мост, отшельник сказал ему, «Подойдите ко мне, я хочу засвидетельствовать мою признательность вашей тетушке». С этими словами он схватил его за волосы и бросил в воду. Мальчик упал, показался на минуту на поверхности и снова исчез в бурном потоке. «О, чудовище, о, извергрода человеческого!» закричал Задик. «Вы обещали мне быть терпеливым», прервал его отшельник. «Узнайте же, что под развалинами дома сгоревшего по воле провидения хозяин нашел несметные богатства, а мальчик, который погиб по воле того же провидения, через год убил бы свою тетку, а через два вас». «Кто открыл тебе все это, варвар?» воскликнул Задик. «Да если бы ты даже прочел это в книге судеб, кто дал тебе право утопить дитя, которое не причиняло тебе зла?» Произнеся эти слова, Задик вдруг увидел, что борода у старца исчезла, и лицо его стало молодым, одежда отшельника как бы растаяла, четыре великолепных крыла, прикрывали величественное лучезарное тело. «О, посланник неба!» «О, божественный ангел!» воскликнул Задик, падая ниц. «Значит, ты стошел с высоты небес, дабы научить слабого смертного покоряться предвечным законам?» «Люди», отвечал ему ангел и израд, «судят обо всем, ничего не зная. Ты больше других достоин божественного откровения». Задик попросил позволения говорить. «Я не доверяю своему разумению», сказал он, «но смею ли я просить тебя рассеять одно сомнение?» «Не лучше ли было бы исправить это дитя и сделать его добродетельным вместо того, чтобы утопить?» Израд возразил, «Если бы он был добродетелен и остался жить, судьба определила бы ему быть убитым вместе с женой, на которой бы он женился, и с сыном, который родился бы от нее». «Что же», спросил Задиг, «значит преступления и бедствия необходимы? И необходимо, чтобы добродетельные люди были несчастны?» «Несчастье», отвечал Израд, «всегда удел злодеев, существующих, дабы с их помощью испытывать немногих праведников, растеянных по земле, и нет такого зла, которое не порождало бы добро». «А что произошло бы», снова спросил Задиг, «если бы вовсе не было зла и в мире царило одно добро?» «Тогда», отвечал Израд, «этот мир был бы другим миром, и связь событий определила бы другой премудрый порядок». «Но такой совершенный порядок возможен только там, где вечно пребывает верховное существо, к которому зло не смеет приблизиться. Существо, создавшее миллионы миров, ни в чем не похожих друг на друга, ибо бесконечное многообразие — один из атрибутов его безграничного могущества. Нет двух древесных листов на земле, двух светил в необозримом пространстве неба, которые были бы одинаковы, и все, что ты видишь на маленьком атоме, где родился, должно пребывать на своем месте и в свое время согласно непреложным законам всеобъемлющего. Люди думают, будто мальчик упал в воду случайно, что так же случайно сгорел и дом, но случайности не существуют. Все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвозвестие. Вспомни рыбака, который считал себя несчастнейшим человеком в мире. Оромазд послал тебя, дабы ты изменил его судьбу. Жалкий смертный, перестань роптать на того, перед кем должен благоговеть. Но начал Задиг, но ангел уже воспрял на десятое небо. Задиг упал на колени и покорился воле проведения. Ангел крикнул ему из воздушных сфер «Ступай в Бавилон!» Загадки Потрясенный так, словно рядом с ним ударила в землю молния, Задиг слепо шел вперед. Он добрался до Вавилона в тот самый день, когда соперники уже собрались в большом зале дворца, чтобы отгадать загадки и ответить на вопросы великого мага. Все были в сборе, кроме рыцаря в зеленых доспехах. Едва Задиг вступил в город, как его окружила толпа народа, на него не могли насмотреться, люди благословляли его и желали ему стать царем. Завистник, увидев его, вздрогнул и отвернулся. Народ донес Задиг на руках до самого входа в собрание. Страх и надежда овладели сердцем царицы, когда ей сообщили о его прибытии. Ее снидало беспокойство, она не могла понять, почему Задиг был без вооружения и каким образом Итабад завладел белыми доспехами. При появлении Задига поднялся невнятный шум. Все были удивлены и обрадованы, увидев его, но присутствовать на собрании позволялось только участникам состязания. «Я тоже сражался», сказал Задиг, «но другой носит здесь мои доспехи. В ожидании часа, когда я буду иметь честь доказать это, прошу допустить меня к разгадыванию загадок». Собрали голоса. Всем присутствующим была еще так памятна его безукоризненная честность, что они единодушно уважили его просьбу. Великий маг предложил сперва такой вопрос. Что на свете всего длиннее и всего короче, всего быстрее и всего медленнее, что легче всего делится на величины бесконечно малые и достигает величин бесконечно больших, чем больше всего пренебрегают и о чем больше всего жалеют, без чего нельзя ничего совершить, что пожирает все ничтожное и воскрешает все великое. И Тобад отвечал первый, он сказал, что такой человек, как он, ничего не смыслит в загадках и довольно того, что он одержал победу с копьем в руке. Одни говорили, что в загадке речь идет о счастье, другие о земле, третьи о свете. Задиг сказал, что в ней говорится о времени. Потому что, добавил он, на свете нет ничего более длинного, ибо оно мера вечности, и нет ничего более короткого, ибо его не хватает на исполнение наших намерений. Нет ничего медленнее для ожидающего и ничего быстрее для вкушающего наслаждения. Оно достигает бесконечности в великом и бесконечно делится в малом. Люди пренебрегают им, а потеряв жалеют. Все совершается во времени, оно уничтожает недостойное в памяти потомство и дарует бессмертие великому. Все признали, что Задиг прав. Потом была задана такая загадка, что люди получают, не выражая благодарности, чем пользуются безраздумья, что передают другим в беспамятстве и теряют, сами того не замечая. Каждый дал свое решение, но только Задиг правильно сказал, что это жизнь. Так же легко разгадал он и остальные загадки, и Тобад твердил, что это совсем не мудрено, и что он тоже не ударил бы лицом в грязь, дай он себе труд немножко подумать. Ответы Задига на вопросы о правосудии, о высшем благе, об искусстве управлять государством были признаны самыми основательными. Очень жаль, говорили все, что такой мудрый человек вместе с тем такой плохой воин. О, прославленные мужи, сказал Задиг, я имел честь стать победителем на ресталище, белое вооружение принадлежит мне, и Тобад похитил его у меня, когда я спал, полагая, вероятно, что оно ему больше к лицу, чем зеленое. Я готов в вашем присутствии доказать ему с одним лишь мечом против всех прекрасных белых доспехов, которые он у меня утащил, что честь победы над храбрым отамам принадлежит мне. И Тобад принял вызов весьма самонадеянно. Он не сомневался в легкой победе, поскольку был с головы до ног закован в броню, а облачение его противника состояло из ночного колпака и халата. Задиг вынул из ножен меч, сперва отвесив поклон царицы, которая смотрела на происходившее с радостью и страхом. И Тобад обнажил свой меч, никому не поклонившись. Он бросился на Задига, как человек, которому нечего бояться, и намеревался растечь ему голову, но Задиг парировал удар, подставив противнику меч у самой рукояти, так что меч И Тобада переломился. Тогда Задиг обхватил врага, поверг его на землю, приставив острие меча, к просвету в латах и крикнул «Сдавайтесь, или я вас убью!» И Тобад, изумленный, что такого человека, как он, постигла неудача, перестал сопротивляться, и Задиг спокойно снял с него роскошный шлем, великолепные латы, красивые наручи и блестящие поножи, надел их на себя и в этом снаряжении бросился к ногам Астарте. Кадор без труда доказал, что снаряжение принадлежит Задигу, и тот единодушно был избран царем к вящей радости Астарте, которая после стольких испытаний наслаждалась тем, что все, наконец, нашли любимого ею человека, достойным быть ее супругом. Итабад утешился тем, что приказал своим домочадцам величать себя монсеньором. Задиг стал царем и был счастлив. Он навсегда запомнил то, что ему говорил ангел и эзрад. Помнил он также о песчинке, ставшей алмазом. Царица и он благословляли провидение. Задиг даровал свободу прекрасной капризнице Мисуфе. Он приказал разыскать разбойника Арбогада и сделал его военачальником своей армии, обещая возвести в высший чин, если тот будет честно воевать, и повесить, если будет разбойничать. Сеток был вызван из Аравии вместе с прекрасной Альмоной и поставлен во главе торгового ведомства Вавилона. Кадор был награжден и обласком по заслугам. Он остался другом царя, так что Задиг был единственным в мире монархом, имеющим друга. Маленький немой тоже не был забыт. Рыбаку дали превосходный дом и заставили Аркана заплатить ему много денег и вернуть жену. Но рыбак стал разумнее и взял только деньги. Прекрасная Зимира не могла утешиться, что поверила, будто Задиг окривеет, а Азора не переставала раскаиваться в своем намерении отрезать ему нос. Он утешил их богатыми подарками. Завистник умер от злобы и стыда. Государство наслаждалось миром, славой и изобилием. То был лучший век на земле. Ею управляли справедливость и любовь. Все благословляли Задига, а Задиг благословлял небеса. Кривой крючник Этот рассказ был написан Вольтером в ноябре или декабре 1747 года, то есть в то время, как писатель гостил у герцогини Дюмен Луиза де Бурбон 1676 и 1753 годы. Созданный для развлечения небольшого светского кружка, рассказ не предназначался для печати, однако он попал в 1774 году в дамский журнал, где был напечатан с большими искажениями и без указания автора. Впервые издан по рукописи в 1784 году в первом посмертном собрании сочинений Вольтера. То, что у нас два глаза, не облегчает наши участи. Один глаз служит нам, чтобы видеть в жизни хорошие стороны, другой, чтобы видеть плохие. У многих есть дурная привычка закрывать первый глаз, и лишь немногие закрывают второй. Вот почему столько людей предпочли бы вовсе ослепнуть, чем видеть то, что представляется их взору. Счастливы, кривые, лишенные дурного глаза, который портит все, на что не поглядит. Пример тому Мезрур. Только слепой мог бы не заметить, что Мезрур крив на один глаз. Он был крив от рождения, но этот кривой был столь доволен своим положением, что ему и в голову не приходило пожелать себе второго глаза. Отнюдь не дары фортуны восполняли то, чего не дадала ему природа, потому что был он простым крючником, и единственное его сокровище составляла крепкая спина. Но он был счастлив, служа наглядным доказательством тому, что два глаза при недостатке работы не споспешствуют благоденствию. Деньги и аппетит приходили к нему всегда в соответствии с затраченными силами. Он работал с утра, ел и пил вечером, ночью спал и каждый свой день почитал как бы за отдельную жизнь, так что никогда забота о будущем не мешала ему радоваться настоящему. Как видите, он был в одно и то же время кривым, крючником и философом. Случилось так, что мимо него однажды проехала в блестящей карете некая принцесса, у которой было одним глазом больше, чем у него, что не помешало ему найти ее весьма красивой, а поскольку кривые отличаются от прочих мужчин лишь тем, что у них глазом меньше, то он без памяти влюбился в нее. Может быть, скажут, что если ты крючник и кривой, то тебе не следует влюбляться еще в принцессу, тем более в принцессу, обладающую двумя глазами. Я согласен, что тут есть большая вероятность не понравиться, но ведь любви без надежды не бывает, а наш крючник любил, поэтому он надеялся. Поскольку ног у него было больше, чем глаз, и ноги были быстрее, он целых четырелье бежал за каретой своей богини, уносимой шестеркой рослых белых лошадей. В те времена было модно, чтобы дамы ездили без лакеев и возницы и сами правили своим экипажем. Мужья желали, чтобы они всегда пребывали в одиночестве, так было спокойнее за их добродетель, хотя это прямо противоречит мнению моралистов, которые говорят, будто в одиночестве нет добродетели. Мезрур все бежал рядом с каретой, не сводя зрячего глаза с дамы, которая удивилась, заметив столь проворного крючника. Пока он доказывал таким манером, что любящий неутомим, когда дело касается предмета его любви, дикий зверь, преследуемый охотниками, перебежал дорогу и испугал лошадей, а те, закусив у дела, понесли прекрасную даму прямо в пропасть. Вновь испеченный обожатель, испугавшись еще больше, чем перепуганная дама, чрезвычайно ловко перерезал по стромке шесть белых лошадей, одни совершили смертоносный прыжок, дама же, хоть и стала белее их белоснежных гриф, отделалась страхом. «Кто бы вы ни были, сказала она крючнику, я никогда не забуду, что обязана вам жизнью, просите у меня что угодно, все, что у меня есть, принадлежит вам?» «Ах, с гораздо большим основанием могу сказать вам это я», отвечал кривой, «но, предлагая вам все, я всегда буду предлагать меньше, чем вы, ибо у меня только один глаз, а у вас два, и все же один глаз, который глядит на вас, стоит больше, чем два глаза, невидящие ваших». Дама улыбнулась, потому что любезности кривого это любезности и только, а любезности всегда вызывают улыбку. «Я охотно подарила бы вам другой глаз», сказала она, «но такой подарок могла сделать вам лишь ваша родительница, однако следуйте за мною». С этими словами она выходит из кареты и продолжает свой путь пешком. Ее собачка тоже соскочила на землю и побежала за хозяйкой, лая на ее странного кавалера. Но я напрасно возвел крючника в ранг кавалера, ибо тщетно предлагал он даме опереться на его руку, она не пожелала согласиться на это под тем предлогом, что он слишком грязен. И сейчас вы увидите, как подвела ее чрезмерная чистоплотность. У дамы были очень маленькие ножки, а башмачки и того меньше, так что она не была ни создана, ни обута для долгой ходьбы. Хорошенькие ножки искупают неумение ходить, когда проводишь всю жизнь полулежа на кушетке в окружении толпы придворных щеголей, но зачем нужны туфельки, выштые цветной соломкой на каменистой дороги, где их может видеть только крючник, да и то одноглазый. Меленада, так звали даму, у меня была причина только сейчас открыть ее имя, прежде оно еще не было придумано, как могла продвигалась вперед, проклиная башмачника, спотыкаясь о камни, обдирая свои туфельки на каждом шагу, рискуя вывихнуть себе ногу. Почти полтора часа вышла она, как ходят высокородные дамы, а это значит, что она прошла уже целых четверть лье, как вдруг рухнула на дорогу от усталости. Мезрур, чью помощь она отвергла, когда еще держалась на ногах, не решался предложить свои услуги теперь, боясь запачкать ее своим прикосновением. Дама достаточно ясно дала ему понять, что он гряден и еще яснее сделалось это ему, когда по пути он сравнивал себя со своей возлюбленной. На ней было платье из легкой серебристой ткани, увитая цветочными гирляндами, которая подчеркивала красоту ее стана, а он был одет в коричневую блузу, усеянную пятнами, всю в дырах и заплатах, причем заплаты приходились между дыр, а они прикрывали их, что было бы уместнее. Он сравнил свои узловатые мозолистые руки с маленькими ручками, белыми и нежными, как лилии. Наконец, сквозь прозрачную вуаль он различал прекрасные белокурые волосы мелинады, частью заплетенные в высоко уложенные косы, частью завитые в длинные локоны. У него же была черная грива, жесткая и курчавая, украшенная лишь рваным тюрбаном. Между тем, мелинада попыталась подняться, но она тут же упала снова, да так неудачно, что зрелище, открывшееся взгляду Мезрура, лишило его и той малой талики разума, которая у него еще оставалась, пока он созерцал лицо принцессы. Он забыл, что он крючник, что он кривой, он не думал больше о том, какое расстояние по воле судьбы отделяет его от мелинады, он едва помнил даже, что он влюблен, ибо ему не хватило той деликатности, что слывет неразлучной с истиной любовью и порою составляет ее усладу, но куда чаще до куку. Он воспользовался правом на грубость, какое давало ему звание крючника. Он был груб и удачлив. Принцесса тем временем, по всей вероятности, лишилась чувств, либо же стенала над своей участью, но, будучи справедливой, она наверняка возблагодарила судьбу за то, что всякая невзгода влечет за собою утешение. Ночь распростерла свой покров до самого горизонта и сокрыла во тьме истинное блаженство Мезрура и мнимое злосчастье Меленады. Мезрур вкушал наслаждение совершенных любовников и вкушал их, как крючник, иными словами, к стыду рода человеческого наиболее совершенным образом. Каждую минуту Меленада испытывала новый приступ слабости, каждую минуту ее любовник испытывал новый прилив сил. «Всемогущий Магомед!» вдруг воскликнул он, как человек, охваченный восторгом упоения, но как дурной католик. «Мне не достает лишь одного, чтобы мое блаженство разделила со мною та, что мне его дарит. Пока я пребываю в твоем раю, божественный пророк, окажи мне еще одну милость, пусть я буду в глазах Меленады тем же, чем была бы она для моего глаза, если бы было светло». Он кончил молиться и продолжал наслаждаться. Утренняя заря всегда слишком торопливо для любовников застала Мезрура и Меленаду в таком же положении, в каком за несколько мгновений до того она сама могла бы быть застигнута с Титоном. Имеется в виду миф о браке богини утренней зари Авроре Эос прекрасной золотокудрой розовокожей девушки с Титоном братом Приама. Но каково было удивление Меленады когда открыв глаза навстречу солнечным лучам она увидела себя в некоем волшебном краю рядом с молодым человеком благородные осанки с лицом подобным тому светилу чьего возвращения ожидала земля. У него были розы на щеках и кораллы на устах большие глаза нежные пылки выражали и возбуждали сладострастие за плечами у него висел золотой колчан украшенный каменьями где от любовных утех звенели стрелы длинные кудри схваченные алмазной повязкой вольно не спадали до самых чресел прозрачная ткань шитая жемчугом служила ему одеянием не скрывая красоты его тела где где я и кто вы вскричала меленада в крайнем изумлении вы в обществе недостойного человека который имел счастье спасти вас и так щедро вознагражден за свои труды меленада столь же довольная сколь и удивленная пожалела что превращение мезрура не произошло раньше она приблизилась к сверкающему дворцу поразившему ее взор и прочла на воротах следующую надпись удалитесь непосвященные эти врата отворяются лишь для обладателя перстня мезрур подошел тоже чтобы прочесть ту же надпись но он узрел иные письмена и прочитал следующие слова стучись безбоязненно он постучался и ворота с шумом отворились сами собой под звуки тысячи голосов и тысячи музыкальных инструментов любовники вступили в сени из поросского мрамора а оттуда прошли в великолепную залу где вот уже тысячу двести пятьдесят лет их ожидало самое восхитительное пиршество причем ни одно блюдо не простыло они уселись за стол каждому прислуживало тысячи самых красивых рабов трапеза перемежалась музыкой и танцами а когда она закончилась в стройном порядке явились все духи разделенные на различные отряды облаченные в самые роскошные и удивительные одежды чтобы принести клятву верности обладателю перстня и поцеловать священный палец на который он был надет между тем в Багдаде проживал некий мусульманин весьма набожный который не мог ходить для омовения в мечеть и при помощи небольшой мзды воздаваемой священнослужителю заставил святую воду течь из мечети к себе домой только что завершив пятое омовение он готовился приступить к пятой молитве и его служанка юная ветреница отнюдь не столь набожная вместо того чтобы убрать святую воду выплеснула ее за окно вода пролилась на злополучного бедняка который спал крепким сном прикорнув у придорожной тумбы служившей ему изголовьем бедняк промок и пробудился то был незадачливый мезрур возвращаясь из волшебной страны он по дороге потерял соломонов перстень он лишился своих великолепных одежд на нем вновь была его старая блуза его прекрасный золотой колчан превратился в деревянный крюк и в довершении всех несчастья где-то в пути остался один его глаз тут он вспомнил что накануне выпил много водки которая убаюкала его чувства и распалила воображение прежде он любил этот напиток за его вкус отныне стал любить из благодарности бодро вернулся он к своим трудам твердо решив употреблять все заработанное на то чтобы вновь обрести драгоценную свою меленаду иной пришел бы на его месте в отчаяние сделавшись гадким крючником после того как был обладателем пары прекрасных глаз терпя отказы дворцовых подметальщиц после того как удостоился милости принцессы более прекрасной чем наложницы калифа служа всем обывателям Багдада после того как повелевал всеми духами но у мезрура не было глаза который видит вещи с дурной стороны Кози Санкта рассказ был написан Вольтером по-видимому одновременно с предыдущим то есть в конце 1747 года опубликован после смерти автора в 1784 году первая публикация была снабжена следующим предуведомлением госпожа герцогиня Дюмен придумала лотерею в которой разыгрывались темы всевозможных сочинений в стихах и прозе вытащивший билетик должен был написать означенное там сочинение госпожа де Монтобан вытащив тему новеллы попросила господина Вольтера написать эту новеллу за нее и Вольтер предложил ей ниже следующую сказку Козисанкта Малое зло ради великого блага Африканская повесть Ложно изречение гласящее что недозволено вершить Малое зло из коего может проистеть великое благо Совершенно того же мнения был и блаженный Августин в чем нетрудно убедиться прочитав в его книге о Граде Божием рассказ о маленьком происшествии случившемся в его епархии во времена проконсульства Септимия Ацидия Августин 354-430 годы христианский богослов и писатель рассказанная далее Вольтером история содержится однако не в сочинении Августина о Граде Божием а в его толковании на горной проповеди Жил в Гиппоне старый священнослужитель основатель многочисленных братств исповедник всех молодых девиц своего прихода поговаривали будто на него не сходит Божья благодать потому что он брался предсказывать судьбу и недурно справлялся с этим делом Гиппон древний город в Нумидии Однажды привели к нему девушку по имени Козисанкта прекраснейшую девицу во всей округе Козисанкта имя героини рассказа Вольтер составил из двух слов итальянского и латинского ее имя может быть переведено как уж такая набожная или уж такая святая отец и мать ее были янсенисты и воспитали дочь в правилах самой суровой добродетели янсенисты последователи учения голландского богослова Корнелия Янсения 1585 1638 годы сторонники строгой религиозной морали янсенистов естественно не существовало в четвертом пятом веках когда происходит действие этого рассказа никому из ее воздыхателей не удавалось хоть на миг отвлечь ее от молитв уже несколько дней она была помолвлена с морщинистым старичком по имени Капито состоявшим советником при суде в Гиппоне то был угрюмый ворчливый человек не лишенный ума но сухой насмешливый и довольно злобный к тому же он был ревнив как венецианец и ни за что не согласился бы сделаться приятелем поклонников своей жены юная девица изо всех сил старалась полюбить его поскольку ему предстояло стать ее мужем но при самом искреннем усердии ничуть в этом не преуспела она отправилась к своему исповеднику желая узнать будет ли ее замужество счастливым добряк сказал ей тоном пророка дочь моя твоя добродетель станет причиной многих несчастьей но придет день когда тебя причислят к лику святых за то что ты три раза будешь неверна своему мужу такое предсказание удивило и крайне смутило невинную красавицу она расплакалась она потребовала объяснений полагая что в словах священника кроется некий таинственный смысл однако он разъяснил ей лишь то что три раза означает не три свидания с одним и тем же любовником а три различных приключения тут козья санкта зарыдала во весь голос она наговорила священнику дерзостей и поклялась что никогда не будет причислена к лику святых между тем как вы скоро увидите случилось так как он предсказал в недолгом времени она вышла замуж свадьба была самая приличная козья санкта довольно твердо выдержала все непристойные речи все пошлые двусмысленности все чуть прикрытые грубости какими по обыкновению смущает студливость новобрачной она очень грациозно танцевала с несколькими молодыми людьми весьма стройными и миловидными коих ее супруг нашел на редкость безобразными она улеглась в постель с маленьким капито испытывая некоторое отвращение большую часть ночи она проспала и проснулась в самом мечтательном расположении духа однако предметом ее мечтаний был не столько муж сколько некий молодой человек по имени Рибальдос который помимо ее воли запал ей в голову сей молодой человек казалось был вылеплен руками и Продолжение следует...